Вечер в хату, господа колдуны! И госпожихи тоже. И также и госпожата. Вы сегодня собрались здесь, чтобы послушать очередную мою лекцию о колдовстве. И какой же мир вы посетим на этот раз? Спросите вы. Нет, вы не спросите, вы же все умеете читать названия, правильно? Сегодня речь пойдет об игре Divinity Original C. Правда, мне тут пришла телеграмма, знаете ли, из Дранглейка. В ней говорится, что время снова стало нестабильным и пространство расслоилось. Ну, что ж, могу только порадоваться за Дранглейк и его обитатели. Однако, боюсь, что нынче мир под названием Ревеллон столкнулся с этим маразмом тоже. И реальность расслоилась на две версии, в одной из которых магия трагическим образом ослабела и частично покинула мир, оставив его жителей без этого элемента могущества. К счастью, у нас, странника по мирам есть возможность выбирать, поэтому сегодня мы рассмотрим магию обеих версий Ревеллона. Ладно, если вы не поняли, о чем речь, то давайте я на мгновение отойду от лирики и напомню, что игра Divinity Original Sin получила переиздание, так называемую расширенную версию. О том, насколько эта версия расширена, я недавно, ну как недавно, года два назад рассказывал в одном из роликов. Если затрагивать аспект магии, то она в переиздании очень сильно деградировала, поэтому я рассмотрю обе версии игры и приведу сравнительный анализ. Понятно? Вот и славно. Ну а теперь я снова напяливаю очки и делаю умный вид. Итак, как мы все с вами знаем, в мире под названием Ревеллон источник был осквернен, поэтому использующие магию источника часто сходят с ума, а вышедшие из-под контроля колдовство творят страшные вещи. Чтобы предотвратить подобное хулиганство на магов источника ведется охота. Охоту ведут особые актерополномоченные под названием Искатели Источника. Они странствуют по всему миру, исполняя одновременно роль детектива и инквизитора. Где-то им бросается серьезный вызов, вроде крупной секты чернокнижников, где-то обычная халтурка на броде одного спрендившего старика, возомнившего себя повелителем магии. Никогда не угадаешь, что тебя ждет. Вот и двое Искателей, только что прибывших в прибрежный городок Сайсил, тоже еще не знают, какая жопа тут со всех сторон засела. Им еще лишь предстоит осознать масштабы происходящего, перебив по пути орду врагов разных мастей, ворки, люди, демоны, нежисть, какие-то непонятные уроды, часть из которых способны дать прикурить целой армии. В общем, бои будут тяжкими. Так что нашим Искателям понадобится все могущество, какое они смогут найти. А мы-то с вами знаем, что величайшее могущество дает лишь магия. А у тех, кто в этом сомневается, прямо в этот момент волшебным образом нагревается то место, на котором они сидят. Чтоб знали! Итак, магическая система обеих версий игры представляет из себя систему из пяти школ магии, связанных с определенной стихией. Воздух, огонь, вода, земля и колдовство. Последней стихией не является, представляя из себя скорее выше вариацию чернокнижия с проклятиями, призывами нежить и прочим вампиризмом. Каждая школа зависит от того, насколько волшебник ее постиг. Максимальный уровень постижения пятый, следовательно, в оригинале формально было пять кругов магии. Хотя на деле они там были весьма условны. Например, есть ряд заклинаний, которые новичку не под силу, сперва нужно набить определенный уровень. В целом же, если уровень позволяет, бери любые заклинания. От уровня способности зависит только лимит заклинаний. Финалом идут мощные заклинания пятого круга, мастерские заклинания, которые делают мага настоящей машиной смерти. Однако, расслабляться все равно на силе не стоит. Любую машину смерти можно разобрать на болты, если это замешкается. Касаемо лимита, он довольно мягкий. На первом уровне навыка три заклинания, на втором пять, потом семь и девять. И на уровне мастера лимит снимается. В то же время, в параллельном ревелоне все обстоит несколько иначе. Там присутствует лишь три круга магии, и теперь уже совсем неформально. Новичок, адепт и мастер. Вот так вот, от адепта сразу к мастеру, минуя эксперта. Очень странный выбор. При том, чем выше развит навык, тем больше заклинаний даже на предыдущем круге ты сможешь выучить. Например, будучи геомантом, на первом уровне ты сможешь выучить одно заклинание этой стихии, на втором уже три, плюс одно уровня адепт и так далее. И так как теперь добавлен жесткий лимит на выученные заклинания, на максимальном уровне навыка, а это напоминает пятый уровень, ты можешь выучить всего шесть заклинаний уровня новичок, четыре уровня адепт и два уровня мастер. Притом, мастерские заклинания можно использовать, как правило, лишь раз за бой. Так что придется крайне осторожно подходить к выбору постоянного репертуара своих способностей. Ну и также заклинания теперь привязаны к уровню персонажа. Ключевыми являются уровни 3, 6, 9 и 15. На пятнадцатом уровне открываются мастерские заклинания, на девятом экспертные, которые теперь технически адептовские и так далее. Так что мало теперь найти книгу с навыком, не спешите прыгать до потолка от радости. Кстати, книги теперь искать стало чуть сложнее, учтите и это. Ну и не забывайте, что некоторые заклинания требовательны к навыку, поэтому если его у вас не достает, то и колдунство будет слабее намеченного. Штраф от недостатка способностей довольно серьезный, об этом тоже нужно помнить. Да, непорядок на просторах расслоившегося ревелона, но все же кое-что осталось стабильным, и это кое-что пригодится магам обоих миров. Во-первых, от чего вообще зависит сила мага? Как говорил один крутой боевой маг, в чем сила, брат? А сила колдуна, знаете ли, в том, что никто не знает, в чем сила колдуна, включая самого колдуна. Но в чем бы она ни была, начало свое она берет из интеллекта. Чем активнее варит котелок волшебника, тем веселее жить его врагам. А если котелок варит плохо, то колдовать, конечно же, можно, но... Выглядеть это будет настолько жалко, что враги, если помрут, то только со смеху. Всегда держите свой интеллект в оригированном состоянии, что бы это ни значило. Кстати, от мощности интеллекта зависит не только сила заклинаний, но и их перезарядка. Каждый раз после произнесения очередного заклинания магу необходимо отдышаться, прежде чем кастануть новое. Сами по себе заклинание имеет собственное время перезарядки. Чем оно сильнее, тем дольше остывает. Однако, высокий интеллект способен ускорить время, необходимое для отката. За каждые два очка интеллекта срок перезарядки уменьшается на один ход. Опять же, маг с высоким интеллектом способен владеть ситуацией и раздавать всем леща. Да, а маг с низким интеллектом способен владеть разве что дурацкой эпитафией на собственной могиле, типа, сдох потому что был слишком туп. Однако, интеллект это замечательно, но есть и другой важный аспект. Нет, это не телосложение. Вообще, по-хорошему, конечно, магу стоит быть как примарх космодесанта, но в жестких условиях недостаточно навыков, совмещенным с условием прикрытия твоей драгоценной задницы напарником, рекомендую обратить внимание на скорость. Чем выше скорость, тем, во-первых, выше, только не падайте со стульев от нежидности скорость, то бишь количество очков на ход, а это очень важно. Мощные заклинания не только бьют мощно, но еще и не менее мощно жрут те самые очки движения, так что подвижный маг смертоносный маг. А во-вторых, скорость влияет на инициативу. Это когда враги все еще чашут репу, а маг уже давно почесал, обо всем подумал, все продумал и придумал, и уже готов и жарить пару тугодумов огненным шаром. Так что тем, кто пренебрегает скоростью, начинает благоволить слопок, божество нерасторопности. Но характеристики это хорошо, однако есть и другие элементы, без которых магу будет проблематично жить. Я говорю о талантах. На первый взгляд их, конечно, слишком много, хочется взять всего и сразу, но, знаете ли, многие можно смело отметать. Для волшебника выбор талантов значительно ограничен, да, впрочем, и для любого другого класса тоже, че уж там. И я хочу вам дать пару советов на этот счет. Во-первых, задумайтесь о таланте волк-одиночка, причем задумайтесь с самого начала игры при создании персонажа, ибо чем раньше вы его возьмете, тем больше очков получите. В идеале ваш напарник, если таковой есть, или же второй персонаж должен тоже его взять. Минусы в команде всегда будут лишь двое, как ситхи, учитель и ученик, ну или как-то так. Все квесты спутников, как и сами спутники, станут недоступны. То есть того же Балбериты или мага за водопадом мы в любом случае встретим, но с нашими напарниками это уже связано никак не будет. Плюсы дополнительные очки способности, а для мага это очень важно. Да и вообще для любого класса, но все-таки для мага особенно. Тем более в переиздании, где все очень плохо с репертуаром заклинаний. Поэтому чем больше ты сумеешь вложить очков, тем сильнее и эффективнее ты будешь. Если вы играете с другом, то этот талант тоже будет очень кстати, но в целом, конечно же, по вкусу. Также по вкусу талант любитель животных. Хотя этот талант я настоятельно рекомендовал бы иметь хотя бы одному из основных персонажей. Просто потому, что говорящие животные это очень ценный источник как хорошего настроения, так и информации о секретах локации и расположении врагов на ней. При входе в какое-нибудь подземелье умным делом будет отловить за хвост какому-нибудь на теле крысу и выслушать ее доклад о творящемся неподалеку безобразии. Подумайте над этим. А вот без чего точно не сможет весело жить ни один уважающий себе волшебник, это без длинных рук. Руки у волшебника должны быть такими же длинными, как у мафии, чтобы всех можно было ими достать. На самом деле талант длинные руки дает возможность увеличить дальность не только заклинаний, но нас-то не интересуются какие-то стрелы и болты, верно? Верно. Ситуации, когда заклинание не может достать до врага каких-то полшага, будет достаточно. Я бы даже сказал, они будут всегда, потому что нормальный маг старается не лезть в гучу сражения, а устраивать артиллерийские залпы с расстояния. И потому, чем больше расстояние атаки, тем безопаснее для мага. Также рассмотрите талант Всезнайка. Отношение в NPC ухудшается на 20, это не беда. Во-первых, говорить может и второй персонаж, а во-вторых, я почти не встречал ситуации, когда это было бы критично. А вот плюс один к интеллекту, это очень даже критично для колдующего населения Ребелона. Неплохо подойдет также талант Сороство со стихиями. На чем стоишь, то и проще колдовать, ведь очков действия понадобится на одном меньше. Учтите, что чаще всего вы будете стоять на земле, поэтому приверженцам геомантии этот талант подойдет как никому другому. Ну и стоящим в луже по щиколотке не страшно будет простудиться, ведь лечебное заклинание для него будет стоить на одно очко меньше, а очко, детишки, это важно, так и запишите себе где-нибудь. Кстати, мастерам-геомантам также пригодится их мастерский навык всепогодный. Мастерский вам потому, что взять его вы сможете только имея 5 очков навыка геомантии. Сам по себе навык делает тебя невосприимчивым к погоде. То есть в киберхемии ты не будешь замерзшим, около лавы ты не почувствуешь жара, но самое главное, в этой гнусной паучьей пустыне тебя не замедлит и не ослепит буря. Правда, если вам это не сильно мешает, то лучше навык не брать. Лучше тогда взять навык громоотвод. Правда, для этого уже придется сдать аэротеоргию на пятерку. Зато невосприимчивость к оглушению магу будет очень кстати, ибо его будут всеми силами стараться вывести из строя. Да и сами маги такие обалдуют, и ничего не стоит шмальнуть током по луже, в которой сами же стоят. Ну и конечно же не забывайте про важные таланты мастер на все руки и больше и лучше, которые открываются на третьем и пятом уровнях соответственно, и дают два очка способности и одно очко характеристик. От избытка очков ни один маг Ревелону еще не пострадал, а вот от их недостатка страдают многие, и не только маги, и будут страдать, потому что очко, детишки, это важно! Вы ведь записали это, правда? Ну так вот, с характеристиками разобрались, пора уже перейти к самим заклинаниям. Но прежде чем я это сделаю, я напомню вам базовую, в общем-то, вещь, которую многие забывают почему-то. Разные миры, разные правила, что поделать. И все же, вода проводит ток. Стоящий в луже воды враг – самоубийца, соответственно, стоящий в луже отряд врагов – отряд самоубийц. На льду можно поскользнуться. Не все знают, как сделать снегоступы, поэтому стукнуться копчиком об лед – святое дело. Масло, господа волшебники, горит, причем очень хорошо горит. А еще лучше оно горит, когда горит вместе с врагом. Газ взрывоопасен. Мокрое замерзает быстрее, нагретое быстрее загорается. Ну и самое главное – эти правила точно так же распространяются и на самих магов. Это все называется замечательным словом «реалистичная физическая модель». Это тоже где-нибудь запишите. Ну вот, теперь уже можно рассматривать и сами заклинания. И так как стихий много, а я один, да и они по сути своей равнозначны, я решил спихнуть обязанности на других и создал специальное колесо стихий. Уверен, вы такого еще нигде не видели. Это моя разработка, я думал над ней целую неделю. Она укажет, с какой стихии начать. Обращать ее тоже буду не я, а специально приглашенный гость из Академии Ревелонских волшебников-недоучек, профессор Синий Заяц. Ленивая жопа, все это тебя должен делать. Профессор, вращайте барабан. Башку твою вот так вот поворачать. Итак, магия воздуха. На языке Ревелонских магов она зовется аэротеоргией. Чтоб тебе эта аэротеоргия колумб стала в одном месте. Да-да, свали эскадра. Произошло оно от слов аэровоздух и теоргия магическое учение. В основе этой стихии лежит, как правило, манипулирование погодными условиями и воздушными потоками, но бывают исключения. Однако перспектива вызвать тактические урага не вызывает у новичков нашей Академии особого восторга. В отличие от перспективы шмальнуть молнии из рук, прямо как Дарт Сидиус. Кстати, Дарт Сидиус, чтобы вы знали, также обучался в Ревелонском филиале нашей Академии, но был отчислен за злобный смех на уроке и доучился уже в своей далекой-далекой галактике на набу. Так о чем бишь я? Молнии, да. Аэротеоргия – это основная ударная сила любого, дрожащего своей репутацией мага, по мнению аэромантов. Правда, по мнению пирамантов, ей является огонь, но мы не будем вдаваться в эти споры, давайте просто рассмотрим заклинания этой школы. Заклинание «Лютый мороз». Нет, это не магия воды, это магия воздуха. Так вот, мороз настолько лютый, что применив его на противнике, тот охлаждается. Неожиданно, правда? Какой же он нахрен лютый, если он даже заморозить никого не может? Ну, на самом-то деле и может, правда, для этого цель должна быть предварительно охлаждена, прям как курица из холодильника. Само заклинание со стопроцентным шансом накладывает только лишь охлаждение. И, кстати, пару слов о шансах. Если заклинание имеет стопроцентный шанс наложения эффекта, это не значит, что эффект будет 100%. Это значит, что из этих стопроцентов будет вычтен процент того, что цель избежит эффекта, и основан он на ее защите, силы воли, доспехах, наложенных эффектах, эффектах окружения, и еще куча всякой херни, о которой вы в полубое даже не вспомните. Просто знайте, что стопроцентный шанс заключается лишь в том, что все мы когда-нибудь умрем. И вы умрете раньше остальных, если забудьте, что некоторые существа иммунны к определенной стихии или эффекту. То есть глупо отравлять нежить, вызывать кровоточение у скелета или бить молнией воздушного элементаля. Вы же не полная кретина в конце-то концов, правильно? Да? Возвращаясь к лютому морозу. У любой цели существует 5 температурных состояний. Заморожен, охлажден, в норме, перегрет и горит. Определенный эффект, минуя все ступени, наложить можно, но только при условии, что используемое заклинание и вправду дает такой эффект. К лютому морозу это не относится, он охлаждает, и не более того. То есть он снижает температурное состояние на минус 1. Если говорить предметно, то горящего он потушит, перегретого вернет к нормальному состоянию, охлажденного заморозит. Замороженому заклинание будет по боку, так как само по себе оно урон не наносит, а заморозить замороженное не удалось еще никому, включая Саб-Зиро. Кстати, я вам говорю, что Саб-Зиро тоже учился в нашей академии. Правда, уже не в Ревелонской, но да ладно. Тактическое применение этому заклинанию можно найти довольно широко, ведь оно требует всего 3 очка действия. Часто будет случаться так, что жопа твоего напарника будет полыхать огнем императора, и ее нужно будет потушить, чтобы тот не сгорел на работе. Да и за своим соплом тоже надо бы наследить. Лютый мороз как раз для таких вот случаев, очень деликатные заклинания. Кроме того, если противник охлажден, его можно с хорошей вероятностью заморозить. Надеюсь, не нужно вам объяснять, что контроль противника, то бишь эффекты заморозки, оглушения, нокдауна и прочее, это один из ключей к победе. Вас часто будут давить числом и зажимать в углу, поэтому заморозить пару морд – это благое дело. Плюс ко всему, в хиберхемии, где и так все охлаждены, это заклинание будет очень кстати, ибо там кого-то заморозить будет еще проще. Ну и опять же, мокрая цель замерзает наверняка, как охлажденная. Перезарядка у заклинания долгая, аж 8 ходов, однако, как вы, наверное, помните, она чувствительна к интеллекту, и таким образом очень скоро дойдет до двух ходов. К хиберхему уж точно дойдет. Замечательно, но что же нам противопоставит параллельный ревелон? В параллельном ревелоне это заклинание имеет тоже название, однако, стоит сказать, что оно более полезное. Перезаряжается оно по тем же условиям, а вот стоит всего 2 очка действия. Ну а самое главное, что оно смещает температуру не на минус 1, а на минус 2. То есть, говоря простым языком, чистую цель оно заморозит со стопроцентным шансом. Горящую, соответственно, придет в норму, нагретую охлаждает. Здесь уже не придется возиться с навоканием или охлаждением противника, тут сразу можно заморозить и не морочь себе голову, что, конечно же, намного полезнее. В целом же, применение у него то же самое. Итак, что же мы видим? Параллельный ревелон пока что в выигрыше. Знаете что, давайте будем для разнообразия начислять очки. Да, вот, это мой импровизированный очкометр. Итак, первое очко уходит переизданию. Но мы ведь только начали. Погнали дальше. Заклинание «Дурная голова». Дурная голова, как вы знаете, ногам покоя не дает, да и другим частям тела тоже, что уж тут говорить. Хотя, если честно, я понятия не имею, чем руководствовались маги, называя это заклинание именно так. Ну, это как-то можно увязать с эффектом, который накладывается на цель при прочтении. Речь о слепоте. Слепота — это очень интересный эффект, причем явно недооцененный. Это не защитит от колдущего врага, ведь тот может пальнуть по площади наугад, да и не каждый врагопашник растеряется, будучи ослепленным. Но вот лучники будут выведены из строя. К тому же, если вокруг задымленное пространство, притом не имеет значения дым, это пара или газ, ослепленный враг любого рода с большой долей вероятности придет в замешательство. Кстати, о долях вероятности. Шанс наложения слепоты у дурной головы всего лишь каких-то жалких 35%. Он, конечно, базовый, может повышаться, если заниматься силой воли, но все-таки он настолько мал, что размениваться на него даже не хочется. Урон от заклинания всего лишь 30-40 единиц. Интеллектуалы вдарят посильнее, как обычно, но все равно это очень мало. Кстати, в дальнейшем я не буду повторять, что интеллект усиливает заклинания и воскоряет перезарядку, чтобы времени тратить. Вы и так это знаете. Так вот, перезаряжается оно очень быстро, всего один ход. И, в принципе, его можно было бы использовать как пулемет на каждом ходу, на безрыбье, так сказать. Однако его стоимость в 6 очков действия сводит эту тактику на нет. Уж лучше палкой по башке дать, чем вот так вот позориться. Какой кошмар. Однако параллельно ревелом приходят на помощь. Здесь маги поступили умнее и назвали заклинания воздушными тисками. И никаких голов. Они бы лишь названием не ограничились. Перезаряжаются тиски 8 ходов, стоят уже 5 очков действия. Однако вьет это заклинание уже заметно сильнее, а главное иметь стопроцентный шанс наложения слепоты. И вот тут это заклинание уже переходит из разряда магического шлака в разряд полезных навыков, причем полезных даже на поздних стадиях игры. Грусть навевает лишь один момент. И заклинание это теперь перешло в уровень адепта, поэтому чтобы его выучить, нужно набить 6 уровень. Однако это небольшая цена за такой эффект. И с громким хрустом еще одно очко одобрения уходит переизданию. Что-то все подозрительно гладко, но ничего, до конца еще очень далеко. Быстрый разряд. Это те самые молнии, которые так полюбил наш старый добрый сит. Вообще, универсальное средство. Наносит неплохой урон, перезаряжается всего один ход, а стоит 6 очков, как и любое нормальное боевое заклинание. Кроме того, разряд тока имеет 35% шанс оглушить цель. Оглушенная цель все равно что замороженная, она выведена из строя и уязвима. Ну и по традиции, мокрая цель на 30% уязвима к оглушению, так что сначала мочим врага в буквальном смысле, а затем уже в переносном. Че сидите-то? Записывайте! К сожалению, урон по мокрым не увеличивается. Что, кстати, странно. И, конечно же, нельзя забывать о лужах. Долбанув по луже разрядом, мы накроем дугой всех вне стоящих, и вот там уже шанс оглушения возрастает до 100%. Заметьте, лужи образуют не только вода, но и кровь. Так что после знатной бойни эти кровавые реки можно использовать в своих целях, как и полагается настоящему хитрожопому магу. То же относится и к паровым облакам. Главное, не перепутайте их с дымовыми. Ладно, что там у наших соседей-ревелонцев? А там у нас почти все то же самое. Заклинание называется «Разряд молний». И при том же уроне имеет 70% шанс оглушить. Точно так же доступно новичку, точно так же стоит 6 очков, однако перезарядка уже не один ход, а 5. Но высокий интеллект быстро вернет все на свои места. И что же мы имеем в итоге? Заклинание абсолютно равноценное и одинаково бесполезно на дальнейших уровнях. Однако 70% лучше, чем 35, поэтому уже третье очко уходит переизданию. С чем я его от всей души, знаете ли, поздравляю. Следующее заклинание стоит рассматривать в паре с другим. Оно называется «Телепортация». За каких-то 7 очков весит, вы только вдумайтесь, 7 очков всего лишь. Волшебник может магическим, разумеется, образом схватить любой предмет и шмякнуть его о землю в любом месте в стандартном радиусе 15 метров. Только не относительно себя, а относительно предыдущего положения предмета, но при этом не выходя за рамки действия заклинания «Относительно себя». Звучит запутанно, но вы легко разберете, потому что вы же умны, правильно? Как иначе-то. Как говорится, тяжело в учении и легко в очаге поражения. Народная мудрость. Сам придумал. При падении на копчик враг получает примерно 60-70 единиц дробящего урона. Впрочем, использовать это заклинание для нанесения урона глупо. Его прелесть именно в перемещении цели. Берешь врага за шкирку и бросаешь в огонь, в масло, в яд, на лед. Он будет очень рад. Я спрашивал. Им нравится. Горящий противник, брошенный на яд или газовое облако, знатно бабахнет. При этом, по возможности, заденет взрывом и других, спровоцировав серию бабахов. На электризованной луже всегда будет рада принять гостей. А уж, если рядом оказалась лава, одним легким движением руки полностью здоровый враг превращается в кучку пепла. Жаль только, что таких локаций маловато. Кстати, помните, что враг в переиздании поумнел и также способен закинуть вас в лаву. Правда, у меня ощущение, что он это делает по скрипту, потому как он больше нигде этим заклинанием не пользуется. Очень жаль, что таким образом нельзя скинуть врагов в пропасть. Но это было бы, наверное, слишком уж легко, потому что пропастей тут немало. Не забывайте также, что маг должен видеть, куда он бросает цель. Например, если поле боя задымлено от сгоревшего масла, то бросить его в огонь может и не получиться. Однако, это не все, на что способное заклинание. Союзник для него ничем не отличается от противника, так что, пожертвовав копчиком друга, можно вытащить его из беды. Или же, например, перебросить через пруть решетки, при условии, что ты через них можешь видеть. Обычно через пруть это как раз все видно, в отличие от плотной двери или стены. Или можно не заморачиваться загадкой, а как поднять вот ту решетку и добраться до сундука, а просто взять и телепортировать сундук, блин, к себе. Только помните, орк ли, сундук ли, все при падении тебе на голову больно бьет по шапке. Берегите свою шапку. Ну и надо ли говорить, что некоторые хрупкие сундуки могут при ударе рассыпаться. Для таких вот тактических целей проще использовать заклинание «Легкость пера». Оно такое мягкое и нежное, требует уже десятый уровень, стоит 4 очка и перезаряжается 7 ходов. По факту оно полностью копирует телепортацию только без нанесения урона, полностью безопасное. Чтобы не жертвовать здоровьем союзников и сохранностью трофеев, лучше использовать его. Ладно, чем порадует нас параллельный ревелон? Что ж, телепортация тут полностью идентична своей сестре и смежного мира, за исключением лишь того, что перезарядка у нее аж на 2 хода дольше. Тут уж ничего не попишешь, 8 ходов это при любом раскладе лучше, чем 10, поэтому наконец-то первое очко уходит оригинальному ревелону. А что же здесь с легкостью пера? Да ничего, нет его здесь совсем. Видимо, местные маги решили, что перья для педиков и настоящие колдуны бьются костями о поребрик по хардкору. Так что легкость пера была исключена из обязательной системы магов ревелона. Поэтому еще одно очко уходит оригиналу. А вообще, привыкайте к подобному. Это не последняя жертва реформы местного образования. Ясновидение. Чтобы ясновидеть, волшебник заколдовывает свои глаза и видит ясно. Потому оно и называется ясновидением. Чего непонятного-то? Оно подвластно только магу, достигшему 4 уровня. Перезаряжается 7 ходов, стоит 4 очка. Накладываться может на любого союзника, включая себя, разумеется. Оно усиливает зрение, увеличивая дальность обзора на 5 метров. Откровенно говоря, вещь довольно полезная, однако не магу, а его дружкам с обутыльником. Маг в любом случае ограничен не только зрением, но и радиусом заклинания. Вот те же стрелки часто страдают от нехватки дальнозоркости. И тут на помощь приходим мы, все-таки в белом. Параллельно реальность преобразила навык довольно сильно. Перезаряжается он 8 ходов, стоит 2 очка и вместо прежних эффектов снимает слепоту, если она была, и дает дополнительные 50% шанса попасть в цель. Только вот нам все это не обязательно знать. Глупые маги решили, что лучникам это знание нужнее и отдали им его с потрохами. Больше оно колдунам недоступно. С точки зрения баланса игры это очень правильный ход, именно лучникам оно и было нужно в первую очередь. И хотя мы, маги, существа вредные и эгоистичные, все-таки справедливо будет отдать очко одобрения именно переизданию. Стрелки с их стойками являются отличной огневой поддержкой для нас, магов, и им очень нужно такое подспорье. Заклинание превращения в воздух. Так ни странно, ни в какой воздух маг не превращается, однако его физическая форма частично изменяется, уподобляясь воздуху. Говоря простым языком, маг поглощает в течение трех ходов 50% физического урона. Для такого превращения необходимо достичь четвертого уровня. Стоит оно три очка и перезаряжается восемь ходов. Наложить такую прелесть можно только на себя, к сожалению. Заклинание довольно полезное в ситуации, когда пехота противника добралась до мага и уже тычет в него своими грязными железяками. Оно вполне способно спасти жизнь, что уравновешивается долгой перезарядкой. Жаль лишь, что на союзника такую защиту наложить нельзя. В параллельном ревелоне эта версия заклинания называется также «Превращение в воздух». Оно идентично своему соседу, за исключением пары мелочей. Однако важна для нас лишь одна мелочь. Теперь этот навык не имеет отношения к магии. Да, волшебники снова расщедрились и подарили это знание на сей раз ассасинам. Как говорится, ничто не истинно, все дозволено и за все уплощено, так что жри, что дают. И вот опять передо мной дилемма. С одной стороны, когда у мага отбирают заклинания, это оскорбляет мага. Маг недоволен. С другой стороны, если уж говорить о технической части игры, то у мага и так есть заклинания сопротивляемости и щитов. Они, в общем-то, и не бедствуют. А вот ассасины страдают от того, что так нужны им навыки, им недоступны. Так что снова очко моего одобрения уходит переизданию. Щедрость — это, знаете ли, добродетель. Следующим по списку идет заклинание «Электрическое касание». Досикший четвертого уровня маг может наэлектризовать палец, предпочтительно средний, и ткнуть им во врага. Враг при этом впадает в крайнее возмущение, а главное — в оцепенение от офигения. Как вы уже поняли, это разряд молнии через прикосновение. Урон не наносится, что очень странно, зато есть шанс оглушить, и шанс этот равен 100%. Стоит это действие три очка, перезаряжается семь ходов. Успешное оглушение длится три хода. Нужно всегда помнить, что радиус заклинания воплощаемых касания всего три метра, а при наличии таланта «Длинные руки» — пять метров. Как сами понимаете, далеко не везде оно применимо. Хотя довольно часто враг подбирается вплотную к колдуну, вот тогда оно может и пригодиться. На деле же толку от него не очень много, применять его стоит строго в определенных ситуациях, например, при тотальном окружении и подавлении числом. Зеркальная копия заклинания называется точно так же, но работает уже иначе. Во-первых, вероятность оглушения уже не 100%, а 80%, что вполне можно компенсировать намоканием цель, если такая есть возможность. Оглушение длится два хода вместо трех. Стоит также три очка, перезаряжается уже на один ход меньше, то есть шесть ходов. Это обусловлено тем, что электрическое касание разжаловали аж до первого уровня. Зато как бонус оно теперь наносит урон. Правда урон тот настолько мизерный, что воспринимать его серьезно не стоит, особенно на поздних уровнях. На ранних же уровнях вполне себе толковые подспорья. Ну, еще бы, ведь это же одно из четырех заклинаний первого уровня этой школы. Из-за урона полезность его чуть выше, чем у его параллельного конкурента. Честно говоря, не знаю, кому отдать предпочтение. С одной стороны, полезность его ограничена, что тут, что там. С другой стороны, в переиздании у магов-электриков выбор-то и не особо большой на этом уровне. Но опять же, кто в этом виноват, маги что ли? Однако все-таки хотя бы мизерный урон намного лучше, чем его полное отсутствие, а пониженный шанс на оглушение компенсируется влагой. Так что, снова очко уходит переизданию. Следующее заклинание я снова хочу рассмотреть парой. Это защита мага, называются они невосприимчивость к электричеству и воздушный щит. Довольно частый случай, когда сама стихия бросает нам вызов. Где-то горит пол, где-то шарахает дуга по луже, где-то морозом бьют по площади. Как правило, мы же и бьем. Да, пожалуй, в большинстве случаев маг сам является архитектором таких ситуаций. Но что поделать, колдунство, колдануть, не реку перейти. Народная мудрость, сам придумал. Итак, невосприимчивость к электричеству делает мага, вы не поверите, невосприимчивым к электричеству. В теории. На практике лишь усиливает защиту от стихии воздуха на 25%. И уменьшает его же от стихии земли на столько же. И это безобразие продолжается в течение двух ходов. В теории, заклинание это нужно применять там, где враг часто атакует молнией, но таких ситуаций не так уж и много по игре в принципе. И тратить место в волшебной книге на эту ерунду я бы не рекомендовал. Уровень требуется аж седьмой, перезаряжается пять ходов, стоит четыре очка. Как вариант, можно использовать его в качестве дебафа на стихии земли, если точно уверен, что в этом будет толк. Но все равно это уже не целевое применение заклинания, значит извращение. Вот то ли дело воздушный щит. При том же понижении сопротивления земле на 25%, он увеличивает сопротивление воздуху уже на 50%. К тому же на время действия, а это три хода, он дает иммунитет к оглушению, и плюс ко всему шанс 20% оглушить кого-нибудь в рукопашной. Если учесть то, что накладывать его можно и на союзников, полезность многократно возрастает. Мало того, что половина воздушного урона поглощается, так еще и какой-нибудь инициативный воин или ассасин под действием щита способен вывести из строя на пару ходов несколько противников при должном везении. Равновешенно все это более высокими требованиями. Во-первых, нужен 10 уровень, во-вторых, перезарядка 6 ходов, в-третьих 5 очков действия. Ну и на закуску минимальный интеллект в 11 пунктов. Хотя последний для нормального мага вообще не проблема, если маг туп, он не нормальный маг, как бы он ни прикидывался. Ну и стандартное свойство щитов, он может быть только один на персонажа, наложить сразу два щита, а не выйдет. Ну, не особо-то и надо. Воздушный щит вполне полезен, рекомендую держать его в своем волшебном бардачке на всякой пожарной. Параллельный ревелом порадует нас вот чем. Несуразное название «невосприимчивость к электричеству» сменилось на пафосное «Аватар-бурь». По факту все осталось тем же, разве что если было наложено оглушение, то оно будет снято. В остальном же оно все такое же бесполезное. Для снятия оглушения лучше использовать целевые заклинания. Перезаряжается уже 7 ходов, стоит также 4 очка. Требует теперь разве что третий уровень, за счет чего может на начальных этапах сослужить хоть какую-то службу. Нет, конечно, когда базовый шанс возрастает, то и жить становится веселее, но я не уверен, что он вообще как-то связан с силой колдуна, поэтому забудьте про эту ерунду. Очко уходит переизданию. Второе очко также уходит переизданию, ведь воздушный щит переиздания при более низком требовании к уровню не повышает сопротивляемость, а поглощает весь воздушный урон, пока не сломается. Ломается он правда быстро, но на какое-то время его все же хватает. И вот это уже действительно полезно. И снова боевая магия. Давно пора. Заклинание Удар Молнии. Это прям вот какое-то больное чувство юмора разработчиков, видимо, чтобы название заклинания не отражало его суть и сбивало с толку. А возможно это просто кривая локализация. Но как бы то ни было, Удар Молнии не имеет тем образом, что уже создался у вас в голове ничего общего. Маг просто косплеит флэша под скоростью 9 и прыгает от врага к врагу по цепочке, оглушая их. Ну то есть, как оглушая? Шанс оглушения аж целых 30% детишки. Вау! Ну куда ж там так много-то? Зачем? Что? Урон ничем не выделяется на фоне других заклинаний того же уровня. А главное, после такого финта ушами маг раскрывается для удара, становясь вплотную к врагу. И если это не гибрид, способный выдержать несколько ударов, а именно это и предстоит, ведь искусственный интеллект стремится уничтожить сперва самых хилых, как и положено, то все, каюк граждане. Ну и кому это надо? Вот что стоило после прыжков сделать возвращение на прежнее место? Но нет. Ну или дали бы хотя бы возможность кастовать его на союзника, ассасинам бы ударная телепортация за спину очень пригодилась. Заклинание требует даже седьмой уровень и восемь метить твою мать очков действий. Восемь! Серьезно? За что? И это заклинание второго уровня, то бишь уровня адепт. Говеный какой-то адепт получается, если честно. Но за вуалью мира маги преобразили это заклинание. Параллельно его версия называется уже молниеносный прыжок, что мало того, что верно отражает суть, так еще и имеет двойственность названия, мол, это и быстрый прыжок, и несущий молнии. А? А? Смекаете, да? То-то же. Шанс оглушения увеличен до 50%. А 50%, как нам известно, это либо оглушит, либо нет. Как в анекдоте про блондинку. Поэтому им теперь хотя бы можно пользоваться. Тем более, что очков действий теперь требуется лишь три. Правда, перезарядка шесть ходов долговатая. Хотя это все равно лучше, чем десять прошлой версии. Да и уровень способности теперь новичок. Прямо как газ. Хо-хо-хо, да, тупая шутка. Зная, зная, не переживайте. Но все равно не рекомендую использовать это заклинание. Оно не слишком-то полезное, а скорее даже опасное. И применение ему можно найти лишь в единичных случаях. Да и то в расширенной версии, где ячейки для заклинаний на вес золота. Так что это не наш выбор. А очко уходит в параллельный ревелон. Туда ему и дорога. Воу, глядите, что тут у нас на очереди. Знаменитое заклинание, позволяющее ревелонским волшебникам подглядывать за ревелонскими волшебницами без боязни получить посохом промеж... глаз. Это заклинание невидимости, детишки, конечно же. Да, на самом деле их тут аж два. Невидимость и наложение невидимости. Разница, как понятно из названия, в том, что во втором случае один маг может наложить на другого. Невидимость наложить на другого может, если другой маг тоже хочет подглядывать, а силенок колдовских не хватает. Но все по порядку. Невидимость накладывается на себя любимого на четыре хода. Шанс наложения 100%, и это прелестно. Можно улизнуть из окружения и зайти за спину врагу. Занять удобную позицию или попросту слинять с поля боя. Тоже вариант. Однако невидимость снимается, если цель совершает какое-либо действие, кроме ходьбы, и также если на цель воздействует против ее воли. То есть если цель горит или отравлена, невидимость с нее тут же слетит в начале хода, так как эти эффекты наносят урон именно таким образом. Строго говоря, любой урон, нанесенный по невидимой цели, снимает с нее невидимость. Можно побахнуть по площади, чем-нибудь объемным, или же просто на удачу рубануть вертушкой с двуручного хвата. И попасть. В итоге преимущество невидимого мага лишь в том, что он невидим, так что зазнаваться не стоит. Для столь полезного заклинания необходим седьмой уровень и восемь очков действия, однако тут это полностью обосновано. И перезарядка шесть ходов, тоже лишь из соображения баланса. Заметьте, я намеренно не упоминаю о необходимом минимуме интеллекта, потому что маг в принципе не может его не качать. Иначе какой же он горковой матери маг, я вас спрашиваю. Вложи хотя бы два очка в интеллект, и ты уже покроешь все минимумы. Ибо в основном заклинания требуют 10-11 очков, а максимум 13. Если у тебя нет 13 очков в интеллектах, тогда зачем ты вообще это смотришь? Бери железяку, иди маши ей в поле, ты же наверняка воин. Какая мерзость. В общем, накласть, или как правильно говорить, наложить, да, наложить невидимость может адепт и выше. Ну а если ты мастер, то накласть можно и на кого-нибудь другого. Мастера в принципе могут позволить себе такой каприз, знаете ли, класть на кого захотят и что захотят. Вывод, стремитесь стать мастерами, детишки, иначе кто-нибудь обязательно наложит на вас. Неневидимость. Ну так вот, наложение невидимости аналогично действию прошлого заклинания, что неудивительно. Первое обозначает результат, а второе процесс, опять путаница в названиях. Свойства у такой невидимости точно те же, разве что требуется 16 уровень, но и ходов в невидимости дается уже не 4, а 5. А тем временем в параллельном ревелоне, как говорится. Там наложить обычную невидимость может маг уже 6 уровня, но перезарядка уже 8 ходов. Это равновешивается лишь тремя очками действия в противовес 6, то есть вдвое меньше. Но также вдвое меньшей длительность, только 2 хода. В наложении невидимости зачем-то снижен радиус до 12 метров, что странно, перезарядка дольше на 1 ход. Что ж в итоге? А в итоге обратная аксиома великого мага Искобара в действии. Шо то хорошо, шо это хорошо. И оба они такие хорошие, что взял бы оба да не могу. Вот так вот. На деле все изменения сбалансированы. В оригинале невидимость можно колдовать реже, мощнее, в переиздании же чаще, но слабее. Как выгоднее на самом деле зависит лишь от конкретно поставленной задачи, поэтому каждый ревелон получает пачку за каждое заклинание. Иногда магам становится очень скучно, по себе знаю, и им срочно нужно вызвать собутыльника. Конечно. Вовремя вызванный собутыльник детишки способен в любой драке навалять противнику, перевалив чашу весов на нашу сторону, на сторону волшебника. В этом поможет заклинание «Вызов элементали воздуха». Оно материализует, понятное дело, кого, но самое забавное, что это существо – женщина. Честно говоря, иногда очень не хватает заклинания «Вызов женщины» на 2-3 хода, да. А вот ревелонские маги, знаете ли, могут, им для этого нужен 13 уровень и 7 свободных очков действия. Перезаряжается это умение 6 ходов, а висит вызванный элементаль 5 ходов, то есть можно назвать их по откату. Сам же элементаль может как ответить оплеуху, так и вдарить молнией. В параллельном ревелоне перезаряжается уже 7 ходов, а держится элементаль всего 3 хода, однако порог уровня снижен до 9. Несмотря на то, что это заклинания уровня адепт, то есть их можно выучить всего 4, а доступно 5, я все же прислужу обеим версиям по баллу. В конце концов, заклинания действительно полезны, и им не нужно пренебрегать. Не забывайте, что элементали неуязвимы к родной стихии, это может сыграть решающую роль в сражении. Далее у нас необычный дуэт заклинаний. Первое – Торнадо. Несмотря на грозное и, в общем-то, боевое название, в бою оно не применимо в 99% случаев. Создаваемый ураганный вихрь не причиняет совершенно никакого вреда вообще никому, хотя, казалось бы, могли бы и совместить. Но вместо этого безвредный Торнадо лишь очищает поле боя от опасностей, ядов, огненной поверхности, изморозей, иногда магмы и прочего осложняющего жизнь грунта. Казалось бы, ерунда, однако нет, это не так. В бою крайне редко, как я уже сказал, нужно будет заниматься очисткой местности. Если совсем все плохо, то можно, но требуемый уровень 10 и 7 очков действия и 8 ходов перезарядки как бы намекает, что ситуацию можно изменить в лучшую сторону и более радикальными методами. Например, если мешает огонь, наколдуй лед, чего пендриваться-то? Однако все же иногда это полезно. К примеру, пар или дым мешает целиться, тогда его можно убрать. Но все же раскрывается Торнадо на марше. В игре полно мест, залитых ядом, огнем или даже магмой. Да, сами их источники Торнадо не ликвидирует, и если, например, какое-то растение по скрипту распространяет яд, то сила ветра не сильно-то выручит, но порой она очень упрощает жизнь исследователя. Особенно это касается злосчастной магмы, будь она неладна, ведь для попадания в лучший из миров достаточно просто коснуться ее краешком мантий. Но Торнадо решает эту проблему в большинстве случаев, и вам не придется прыгать или телепортироваться через это безобразие. Второе заклинание – снятие окаменения. На 13 уровне за 7 очков действия мы можем касанием оживить обращенного в камень, неважно врага или союзника. Конечно, это не какое-то прямо жизненно необходимое умение, но оно довольно полезно, учитывая, что иных по чеснете окаменения у магов нет. Тут память подводит меня, извините, но вполне вероятно, что умения иных около магических специальностей на такое тоже способны. Картину портит лишь доступность, нужно быть мастером, чтобы обращать камень в плоть. Зато звучит-то как, согласитесь. Давайте посмотрим, как обстоят дела в альтернативном ревелоне. У торнадо снижен порог, теперь нужно быть адептом, а не экспертом. Технически шило на мыло. На два хода возросла перезарядка, но опять же, на марш это не имеет значения, ведь в режиме путешествия отходняк у всех довольно быстрый. Все дело в рассоле, детишки. Зато вот требуется 4 очка действия теперь вместо 7. Соответственно, применять его можно раньше и чаще, а это гораздо лучше, чем оригинальный вариант. Часть этого очка уходит в параллельный ревелон. А вслед за ним еще одно, ибо заклинание снятия окаменения там нет. Теперь это Ветер перемен, который попеременно снимает не только окаменение, но еще и замедление, оглушение и запой. Сказать честно, я не в восторге от того, что существует аж 3 заклинания очистителя, лучше бы сделали одно универсальное. Однако не оспорим тот факт, что из весьма узконаправленного заклинания Ветер перемен превратился в довольно востребованное. Ведь если окаменят тебя не так уж часто, то вот оглушают и замедляют регулярно. Также в переиздании появилось заклинание «Рокировка». На 12 уровне за 2 очка действия раз в 8 ходов маг может рокировать двух персонажей. Если кто не знает шахматных терминов, поменять местами. Кого угодно и с кем угодно. Как бы я не ругал переиздание за отсутствие вышеописанного заклинания, рокировка очень интересная находка. Этакое заклинание поддержки. Можно убрать мощного мясоруба, которого ваши держат на щитах, и заменить его на хилого мага или стрелка. Пока рукопашник добежит назад, пройдет один ход или даже два, за которые можно умудриться подмену сильно ранить, а то его все обнулить. Главное не тупануть и самому нечаянно не оказаться на месте бывшего врага в окружении в кавычках своих. Впрочем, так тупануть еще суметь надо. Заклинание нишевое, но вполне применимое. Итого, картина неутешительная для оригинала. Все три очка уходят в зрительный зал. Ну, зрительный зал неистовствует! Ну а теперь самое вкусное. Что самое вкусное в магии? Разумеется, та магия, которая наносит как можно больше урона и приносит как можно больше разрушений, разумеется. Значит, на кой хер нам вообще нужна эта магия, правильно? В общем, это финальное заклинание школы аэротеургии. Цепная молния и буря. Цепная молния, в отличие от обычной, заметно сильнее бьет по базовому урону, да и прирост интеллекта неплох. Но главный ее плюс, конечно же, это цепной принцип действия. Это как бы заклинание массового поражения, и как и в случае любого подобного, необходимо грамотно намечать, куда же жахнуть. Правда, в случае молнии тут не показан радиус, о нем приходится всегда помнить самому. Если враги стоят слишком далеко друг от друга, по цепи молния не пойдет, расстояние должно быть меньше 7 ревелонских метров. Но вы ж не настолько глупые, чтобы бить цепной молнией по одиночной цели без хитрого нато плана, так ведь? Вот, я верю в вас. Поэтому шарахайте по толпе, желательно по мокрой толпе, так как урон еще выше, как и шанс оглушения. Глушит она, кстати, шансом 70%, что очень хорошо, ибо все, что выше 50%, срабатывает довольно часто. За раз молния жахает по пятерым максимум, это достаточно много. Чтобы колдануть подобное, нужно, разумеется, быть мастером, достичь 18 уровня и стать довольно инициативным. Нужно аж 9 очков действия, поэтому скорость могу качать, повторюсь, тоже необходимо. Однако перезарядка в 16 ходов повергает в уныние. На таких уровнях половина боев столько не длится, вы убиваете, либо же вас убивают значительно раньше. Хотя раз на раз не приходится, как повезет на самом-то деле. Порой можно жахнуть и второй, и даже третий раз. Однако вовсе не обязательно дожидаться перезарядки, ведь есть же заклинание Буря. Помните, как у Пушкина? Буря мглою небо кроет. И ведь сукин сын прав. Став мастером аэротеоргии, достигнув 15 уровня за 9 очков действия, маг может так покрыть мглою, что мало никому не покажется. Левитируя над землей, и завывая на манер якутского шамана, он призывает на поле боя настоящий хаос. Небо темнеет, начинается дождь, эпофеозом шарахает молния. Несколько мощнющих разрядов молний бьют по полю боя, уничтожая врагов. И союзников. Мда. Первозданная стихия – истинный хаос. Че ж вы хотели-то? Разряды молний воспринимают живую плоть, как громоотвод. К сожалению, даже будучи на передовой, маг не может выйти за огромный радиус поражения этого заклинания. Все равно с краю остается. А это значит, что существует маленький, но все же вполне реальный шанс получить по незаземленной макушке самому. На самом деле, если на поле есть враги, оно в 99% случаев лупит по ним, даже если враг один. Вообще, это надо быть королем везения, чтобы попасть в состав несчастного 1%. Когда враг один, она, скорее всего, его убьет, потому что все разряды пойдут по нему с большой долей вероятности. Иногда молния может шарахнуть по пустому месту, но если ты призвал ее вне боя, то, скорее всего, сам же за это и заплатишь, превратившись в запеканку. Кроме высокого уровня, разряды такой молнии обладают хорошим радиусом, за счет чего электроизует все, что можно на поле боя. Облака, лужи, кровь. Кстати, шанс оглушения 90%, это почти 100%. Однако, вот дождь тут, кстати, фиктивный, от него не происходит намокание, и непонятно почему, ведь буря подразумевает и настоящий дождь, а не эту вот бутафорию из папье-маше. Ну, что далее, тем и пользуемся. Жахнуть можно также раз в 16 ходов. Вообще, заполучив одно из финальных заклинаний массового действия, а лучше сразу два, да, на вроде бури, маг становится машиной смерти, учтите это. Учтите также и то, что на любую машину смерти найдется своя колдобина на дороге, от которой можно влететь в кювет небытия. О, как завернул. Оценили, да? Ну, а в параллельном ревелоне следующий расклад. Цепная молния имеет шанс уже 90% на оглушение, а не 70%. Это полезно. Она не наносит урона союзникам, в отличие от оригинальной своей версии, это тоже трудно переоценить. И перезарядка снижена до 10 ходов, а учитывая адаптивную систему, вы ведь о ней еще помните, да, при высоком интеллекте в непомерной 15 единиц перезарядка снижена еще на 2 пункта, и очков действия требуется на одно меньше, 8. Соответственно, бить можно чаще, а что еще нужно для счастья, правильно? Казалось бы, все прекрасно, и очко уходит переизданию. А вот не торопитесь с выводами. Сейчас поясню на примере бури. То, что очков действия нужно на 2 больше, это ерунда, а вот то, что использовать ее можно только раз за бой, это уже ни в какие ворота. Да, я помню, что говорил, не всегда бои тянутся столько, чтобы дожидаться 16 ходов перезарядки, но ведь в этом тактика и заключается. Бои можно намеренно затягивать, в том числе сложные, и только порой гроза им может перетянуть одеяло на нашу сторону. А что мы имеем в итоге? Маг нагоняет кучу пафоса, пыхтит, аж искрыться, весят напряжение, в итоге пшикнет один раз и все! Это что, симулятор секса, что ли? Но если бы это было все... О, да, усовершенствованная в кавычках система магии. Теперь ты даже будучи мастером сможешь выучить лишь два заклинания высшего уровня, будь ты хоть трижды мне моником. Позор! Позор! И что же получается, что выбор очень ограничен, ибо цепная молния и буря вещи необходимые, а для наложения невидимости и рокировки места уже не хватает. Конечно же, можно перед боем выбрать нужный заклин... А, нет, стоп, нет, нельзя, это ж не вторая часть. Господи, какое упущение. То есть, можно забыть заклинание, но чтобы его вспомнить, придется снова достать нужную книгу, что само по себе уже маразм. Забегая сильно вперед, разработчики во второй части сильно исправились, делав систему наподобие системы волшебника из Невервинтера. Учи сколько хочешь, но подготовить для боя сможешь лишь несколько видов. Правда, в отличие от Невервинтера, там количество использований не ограничено. Но я отвлекся. Однако, все же справедливым будет обратить внимание вот на что. Здесь для кого-то важную роль может сыграть кучность. Если вы посмотрите на заклинание разных ревеллонов, то заметите, что в переиздании заряды идут заметно кучнее и в большем количестве за раз, хоть и с меньшей силой. Это создает весьма интересное впечатление. Плюс, нужно сказать, они также реже мажут и оставляют более, скажем так, подготовленную поверхность. То есть, то самое ледяное озеро, например. Однако, на деле, в оригинале оно пусть попадает реже, но бьет сильнее. Да и в моменте ты как-то не особо от этого всего расстраиваешься, от того, что оно вдруг мажет, например, да? Потому что следующим ходом ты запускаешь еще один Армагеддон, которых у тамошних магов в неограниченном количестве, в отличие от. Так что, лично мне, предпочтительнее именно оригинал. Но помните и о такой его особенности. В итоге, я не могу себе представить того, кто в здравом уме вместо бури возьмет наложение невидимости или рокировку, потому что маг без серьезных боевых заклинаний не маг. Так что, за цепную молнию очко переизданию, за бурю оригиналу, потому что в переработанном виде оно явно не выгодно. А вот из-за дебильной магической системы я также отнимаю два очка у переиздания за наложение невидимости и рокировку. Какой смысл создавать столько магии, если ты даже не можешь ей воспользоваться по-нормальному. Идиотское решение. Итого, оригинальная школа аэротургии набрала пять очков, а переиздания вдвое больше, аж тринадцать очков. Ну и хватит о грустном, пора бы уже сменить стихию. Зайц, иди сюда. Чего тебе опять? Ну, че стоишь-то? Вращай. О, на табло у нас магия воды. Твои ролики это магия воды. Смотри, как бы твои зрители не утонули. Так, не порть мне атмосферу тут, да? Вали из кадра. Чтоб тебя Джигурда в десны поцеловал. Итак, магия воды. В Ревелоне она носит название гидрософистика. Образовано оно из слов гидра. Да не это гидра. И не это. Вода. Вода. Гидра это вода. А софистика, что странно, это прием в разговоре и в дискуссиях разных, основанный на подмене понятий, ведением заблуждения, коверкания логики. В общем, любимая наука доказанных проферов из интернета. Да. Видимо, разработчики поняли свою оплошность, переименовав переиздание гидрософистику в гидрологию от слова логос учение. Вот это уже более верно отражает суть, хотя гидрософистика звучит, давайте скажем, прямо красиво. Что, в общем-то, нормально для софистики. Звучит всегда красиво, на деле чушь. Но, как науку не назови, за ней будет крыться магия воды. А вода, как известно, это крайне полезная субстанция. Из нее на 80% состоит человек, ей мы моем руки перед колдовством, из нее мы варим борщ и ей мы разбавляем водку. В общем, ценнейшая вещь. Кроме того, она обладает целительными свойствами. Выпьешь с утра водички и голова перестает болеть, особенно если вечером накануне ты перепил той самой водички, в которой водку разбавляли. Правда, тогда лучше подходит металхимическая субстанция с таинственным названием Рассол, но вот же беда, и он сделан на основе воды. Короче, детишки, без воды никуды, ни туды, ни суды. Народная мудрость. Сам придумал. Вот, собственно, с лечения давайте начнем. Итак, гидрософистика нас порадует заклинанием «малое лечение». В радиусе 15-ти ревелонских метров это вообще стандартный радиус для заклинания, учтите, Макс может наложить исцеление на себя или союзника за 4 очка действия. Правильно говорить именно наложить исцеление, а не исцелить. Последнее, по идее, должно возыметь мгновенный эффект, а малое лечение действует в течение трех ходов, устанавливая в общей сложности 32 пункта здоровья. Доступно оно с первого же уровня, даже при выборе персонажа его уже можно взять, и пренебрегать этим не рекомендую. Любой уважающий себя маг обязан уметь в трудную минуту поддержать союзника или подлатать себе любимейшего. А вот гидрология, то бишь магия воды параллельного ревелона давайте теперь буду так его обозначать, предлагает нам аналогичное заклинание регенерация. Радует уже то, что оба названия верно отражают действие спелла, однако регенерация при тех же параметрах требует уже 5 очков действий, да и радиус у него поменьше 12 метров, что, конечно же, не красит ее на фоне малого лечения. Да, конечно, переиздание и высокий интеллект уменьшает перезарядку, однако к моменту, когда интеллект дойдет до нужного уровня, чтобы два заклинания сравнялись в параметрах, регенерация будет уже неактуальна. Причем, заметьте, неактуальна не потому, что будет новое заклинание, с этим у гидрологии сильные проблемы, а из-за идиотской системы ограниченного количества заклинаний и вообще малой эффективности регенерации в принципе. А уж чем объяснить уменьшение радиуса, я вообще не знаю. Кстати, учтите, что лечить нежисть невозможно в силу ее медицинского состояния. Лечащие заклинания, наоборот, повреждают ее, и этим можно и нужно пользоваться. В борьбе с поднявшимися мертвецами, регенерация и малое лечение, да и любое другое лечащее заклинание может стать отличным подспорьем, медленно и уже повторно убивающим противника. Однако, стоит быть осторожным. Если взят навык зомби, то и персонаж считается хоть и формально живым, но этаким мутантом. Яд его лечит, а вот целебные воды, наоборот, убивают. Эх, не видать им пансионатов с горячими гейзерами, сидеть им до скончания веков в ямах Нургла. Хотя... Говорю так, как будто это что-то плохое. Ну и давайте, чтобы уж далеко не бегать, посмотрим все исцеляющие заклинания в обеих школах. Гидрософистика также представляет нам сильную регенерацию и восстановление. Первый аналог малого лечения только требует седьмой уровень и действует два хода. По понятным причинам за свои два хода она по мощи переплюнет те три хода малого восстановления. Но учтите, что наложить сразу два типа регенерации не получится. Одно всегда заменяет другое. Это касается обеих версий магии воды. За такую мощность приходится платить десятью ходами перезарядки и третьим уровнем мастерства, что можно интерпретировать как уровень адепт по новой системе. Знаете что, давайте вы сами дальше будете интерпретировать, а то я так интерпретировал к упагну, если постоянно будут об этом упоминать. Зато сильная регенерация требует всего четыре очка действия, прямо как и ее малая версия, и это, знаете, радует. Что же, традиционно целебное заклинание, как и многие другие, делятся на три сегмента малые, средние и сильные. И вот у гидрологии как раз проблема в том, что средний сегмент у нее отсутствует напрочь. Только регенерация и заклинание уже мастерского уровня. А мы все с вами помним, что там с мастерским уровнем творится, а? В противовес гидрологии гидрософистика мало того, что имеет три лечащих заклинания, так она еще и не ограничена системой памяти. Поэтому никто не мешает по окончанию мощной регенерации долить еще и малой, а затем и крупной. Кстати, о крупной. Гидрософистика мастерского уровня дает нам заклинание восстановления. И вот оно уже за один ход восстанавливает большое количество здоровья. Фактически это и есть исцеление. За это придется заплатить двенадцатью ходами перезарядки, что компенсируется аналогичными заклинаниями, о чем я только что упомянул, и шестнадцатым уровнем. Ну и также нужно иметь четвертый уровень мастерства. На самом деле, пятый уровень требует только одно заклинание, о нем скажу чуть позже. Что поразительно, восстановление просит опять же лишь четыре очка действия, что просто прелестно. Гидрология же преподносит нам вместо него заклинание массовое исцеление. Оно восстанавливает жизнью у целой толпы в течение аж семи ходов. Стоит оно восемь очков действия, что для такого совсем немного, плюс незабываемый бонусик перезарядки от интеллекта, что к пятнадцатому уровню уже обязан достигать минимум шестнадцати единиц у нормального мага. Ну и так как это заклинание уровня мастера, то и требует оно соответственно вложений в сам навык. И в этом же кроется подвох, как вы догадались. При отличных, без дураков, показателях заклинание можно прочитать лишь один раз за бой. Да, оно лечит семь ходов, но один раз за бой. И это кощунство. Подведем итог исцеляющих омолаживающих процедур. За начальный уровень гидрософистика получает очко, все-таки регенерация ей проигрывает. За средний сегмент очко уходит туда же, у гидрологии таких заклинаний попросту нет. И за мастерский уровень тоже плюс оригиналу, ведь массовое исцеление имеет критический изъян, при том, что, как вы помните, мастер должен знать не более двух мастерских заклинаний. Итого, по гидрологической очковой шкале 3.0 в пользу гидрософистики. Когда я сказал, что исцеляющие омолаживающие заклинания закончились, я немножечко неверно выразился. Исцеляющие – да, но не омолаживающие. В конце концов, не только же здоровье нужно восстанавливать. Вот, например, заклинание «Живая вода». Напившись этой жидкости, или, скорее уж, опоив этой жидкостью союзника, маг дает ему повышение телосложения на четыре хода. Перезарядка идет семь ходов, требуется четыре очка действия, и оно может взяться уже в самом начале приключений. Почему я сказал про союзника? Ну, потому, наверное, что маги, как правило, телосложением не занимаются, и им, повышая, не повышая, все равно получается так себе. Некоторые говорили, что при навыке стеклянная пушка это немножечко, так знаете ли, спасает. Так вот, детишки, это чушь. Стеклянную пушку спасает лишь то, что она убьет всех вокруг до того, как на нее дунут, и она рассыпется на осколки. Телосложение, как мы помним, повышает количество жизни у персонажа, и тут есть одна хитрость. Например, живая вода повысила здоровье на 200, и у персонажа было всего 300 из 300 возможных, а стало 500. Если что, цифры примерные. За 4 хода персонаж под дозой живой воды получил 300 единиц урона, и по окончанию действия заклинания у персонажа остается 200 из 300 единиц здоровья, как и положено. Но вот если у мага изначально было 200 из 300, а вода добавила еще 200, после чего был нанесен урон лишь в 100 единиц, то после окончания заклинания излишки останутся на счетчике жизни до максимальной грани, то есть останется 300 родных, так сказать, жизней. То есть в каком-то смысле живая вода способна лечить. Но, честно скажу, подловить такой именно момент довольно трудно, так что оно так вот редко используется. И именно по этой причине, по причине малой общей эффективности, в гидрологии оно не используется вовсе, ведь там это уже уровень адепта, на котором лучше взять более полезное заклинание, поэтому выигрыш и опять оригинал. Заклинание очищающая вода. Это целебное волшебство, которое снимает с объекта слепоту, немоту, болезни, инфекции, кровоточения и увечья. Неплохо, да? В игре не счесть ситуации, в которых на тебе что-нибудь из перечисленного да налипнет. И вот тут и пригодится очищающая вода и синтуки номер 17, не иначе. Для того, чтобы откупорить бутылочку с ясинтуками, магу придется накачать аж десятый уровень, да, но уровень самой способности три, что и не так уж и много для настолько хорошего заклинания. Тоже можно сказать и об очках действия, их нужно шесть, что немало, но не так уж и критически много. Гидрология не отстает, в параллельном ревелоне маги тоже познали целительную мощь Боржоми, заклинания делают то же самое, что и в параллельной версии, но плюс ко всему еще и гниение снимает. К тому же уровень требуется девятый, очков действия всего четыре, перезарядка семь ходов против одиннадцати у гидрософистики. Тут не нужно быть семипядей во лбу, чтобы признать превосходство гидрологии. Водный щит. Против коллег по цеху магов-водохлёвов или же против одуревших тварей, бьющих водой, очень поможет водный щит. Однако для этого потребуется десятый уровень и пять очков действия. Притом, щит держится три хода, а перезаряжается одиннадцать. Зато отдает на те самые три хода иммунитет к заморозке и 50% сопротивление холоду. Да, всего 50. И 25% уязвимости к огню. Если противник не знает магии огня, это удобно. А если знает, сомнительное заклинание на самом-то деле. Удобно то, что бьющий по магу под водным щитом противник, бьющий в рукопашную, разумеется, иметь 20% шанс подвергнуться заморозке. Вот это уже ценно, но все-таки не так уж часто применимо. Можно, конечно, скастовать на врагов, чтобы следом вдарить по ним огнем на 25% сильнее, но это тоже не самая часто применимая тактика. Хотя и не самая худшая, признаю. А вот у гидрологии вроде бы все лучше. Перезарядка шесть ходов, а при интеллекте больше 14-ти три хода. Уровень требуется девятый, зато щит держится только два хода. Взглянание уровня адепт и, да, это все портит. По уже названным причинам что-то придется исключить и водный щит именно кандидат на исключение. Так что преимущество основа гидрософистики. Вообще, невосприимчивость к стихии это очень удобно, согласитесь. И тут мы видим название заклинания. Невосприимчивость к огню. Вау! Всего четвертый уровень? Вау! Пять ходов перезарядка, четыре воды? Ух ты! Сопротивление огню? 25% и возьмусь 25% к воде. Что? Вы сейчас серьезно? Это опять тот самый случай, когда название не отражает суть даже близко. Бесполезное заклинание, если честно, но больше нужно как дебаф. В гидрологии все то же самое, еще и радиус ограничен. Однако гидрологам еще и приходится следить за уровнем актуальных заклинаний в отличие от гидрософистов. Так что последние снова потирают жадно ручонки. Очко уходит, как говорится, в зрительный зал. Ну и на этом добренькие заклинания заканчиваются. Пришло время в воде показать свою разрушительную силу и начать стоит с мелких, но полезных пакостей. Медленное течение. Я смотрю, те, кто давали название заклинаниям, консультировались с известным японским магом Хидетако Миядзаки. Запретное солнце, медленное течение. Смекаете, да? Видите, прям вот сходство. Ну да ладно, течение действительно медленное. После того, как ты поразишь этим течением врага, он становится очень медленным. Ну то бишь на него вешается замедление, что в бою всегда полезно. Заклинание второго порядка стоит 4 очка действия. У Гидрологии все то же самое, но с бонусами. У ОД требуется всего 2, что вдвое меньше, чем у Гидрософистики. Замедлить врага на 3 хода дорогого стоит, и даже малейшее преимущество имеет серьезное значение, поэтому очко заслужила Гидрология. Есть более продвинутая версия замедления, массовое замедление, что еще более полезно в бою, когда мага пытается садить со всех сторон, как обычно. Требуется 4 уровень способности и 16 уровень, зато какой эффект. Правда, очков действия аж 8 нужны, перезарядка 16 ходов. 16 ходов это много даже для второй половины игры. Можно сказать, что заклинание одноразовое, однако мы опять возвращаемся к старой песне. Это долго, но возможно. В отличие от Гидрологии, где заклинание не перезаряжается вообще. И это весь без учета того, что заклинание уровня Эксперт 7, а выучить мы можем одновременно лишь 4. В отличие от Аэротеургии, где у адептов было всего 5 заклинаний, гидрологам придется чем-то жертвовать. И об этом нельзя забывать. Очко в пользу гидрософистики. Дождь. Дождь трудно назвать вредящим заклинанием, хотя намочить огненных врагов, ослабив их таким образом, или смыв опасные поверхности, или подготовив противника к электрогрилю, всем этим можно отлично, так знаете, напакостить. Но в целом дождь в минимум половине случаев используется уже после боя, чтобы погасить пламя от фаерболов и разорванных жоп. Тут заклинания равноценны, у гидрософистики уровень навыка нужен третий, зато перезарядка 4 хода, а у гидрологии перезарядка 6 ходов, но учить дождь можно уже с первого уровня. По баллу каждой версии. Застрять внимание на дожде нет смысла, так что идем дальше. Вернемся к теме собутыльников-вспомаганцев. Девочке поиграть. Вот тут поможет заклинание вызов элементаря льда. В шахматы он играть к сожалению не умеет, но вот прописать люлей по самой помидору это пожалуйста. Гидрософистам требуется 7 уровень и 7 очков действия. Получается 2 семерки. Третьего топора к сожалению нет. Перезарядка 10 ходов, длительность 3 секунды. Гидрологам же нужен 9 уровень, а также 7 очков действия, но перезарядка уже 7 ходов. Опять 2 топора и вроде бы заклинания равнозначны, но есть одно но. Элементаль как видите слабее электрического, а применение то же самое, только вот у гидрологов число заклинаний ограничено и ледяной элементаль недостаточно эффективен, чтобы его использовать. Не аргумент? Хорошо, вот вам второе но. Эти элементали могут использовать заклинания пронзающая льдинка, так же как и воздушная легкость пера. Ну так вот, оба этих заклинания недоступны в переиздании, что в данном аспекте, когда ты не умеешь а какой-то вшивый элементаль видите ли умеет, это является насмешкой над всей магической системой, так что нефиг тут, очко уходит гидрософистики. Леденящее касание. Честно говоря, не люблю это заклинание, но вопрос не в том, что я люблю и чего не люблю, вопрос в том, насколько эффективно заклинание. На самом деле, довольно эффективно. Ревелонцы, Аки и Принцесса Эльза могут прикосновением заморозить противника. Седьмой уровень, три очка действия, девять ходов перезарядка, что как-то дико много с одной стороны, а с другой заклинание правда очень полезно, ведь заморозить это значит выиграть время в бушующей толпе врагов. Правда, так как это прикосновение, то и длина удара всего три метра или пять в случае длинных рук, но жаловаться не приходится. Однако, гидрология тут выглядит куда более выгоднее, чем гидрософистика. Их леденящие касания требует первый уровень, относится к семейству новичков, точно так же замораживает со стопроцентной вероятностью, правда не на три, а на два хода, да еще и наносит небольшой, но все же урон, да и перезаряжается на четыре хода быстрее. Надо ли говорить, повышается просто в разы. Полезное заклинание даже на высоких уровнях. Очко получает гидрология. Но не переживайте, гидрософистика очень скоро отыграется. Да вот прям сейчас и отыграется, да еще как. Что главное в магии? Правильно, атакующее заклинание. Артиллерия. Бегать и трепать всех за щечку, это какая-то, как бы это иронично не звучало, вода, ты мне, ты мне мясо, мясо давай. Вот мясо. Льдинка. Да, льдинка звучит не очень внушительно, но льдинка. Глядя на такую льдинку, размера вот так начать с половины туловища человека, хочется спросить, а что ж такое тогда ледяная глыба? Так или иначе, уже на четвертом уровне маг может метнуть эту самую льдинку, во врага нанеся отличный урон. Попадание имеет 50% шанс охладить цель. Ну то бишь такой же, как у блондинки встретить динозавра на улице. Правда, охлаждение это полумеры всего, могли бы и на заморозку расстараться. Очков действия требуется 6, что ли для хорошего атакующего заклинания вполне нормально. Следующая форма льдинки пронзающая льдинка. Урон чуть-чуть повышен, требуется уже 7 уровень, но зато льдинка пробивает противника насквозь и летит дальше по прямой. Она способна пробить насквозь до двух противников, то есть максимальное число пораженных ей трое. При попадании, так же, как и обычная льдинка, разрывается, покрывая поверхность льдом, о которой враг так задорно будет биться копчиком. И вот это уже пронзающая льдинка имеет 70% шанс именно заморозить цель. 70% в данной игре, считай, это уже 100%. Ну и апопеоз льдинки, сильнейшее заклинание школы льда, град. Целый вор, охетить их, мать льдинок, не в очень большом, но достаточном для веселой жизни радиусе, обрушится на голову супостатов. Вся поверхность на достаточно большой территории превратится в каток на радость всем. Каждая льдинка имеет вероятность 80% заморозить цель. Помните, что я говорил про высокие вероятности в этой игре и посмотрите, сколько тут этих льдинок. Короче, кому-то очень повезет, если он не превратится в ледяную скульптуру. Впрочем, если превратиться, это тоже можно назвать везением, урон у заклинания очень приличный. Уровень, конечно, нужен не маленький, 18-ый, но это уже ближе к концу игры. Ну так, а что ж вы хотели? 9 очков действия, 20 ходов перезарядки. Да, Армагеддон вызов для любого мага. Но это все гидрософистика. А что же гидрология? Льдинка здесь называется уже осколок льда. И он получает от меня бал. Не потому, что не знает боли в груди осколок льда, а потому, что у него не 50% вероятность охладить цель, а 100% вероятность ее заморозить. Хоть и всего на один ход, при прочих примерно равных показателях. Ну и еще потому, что не знает боли в груди осколок льда. Да. А что же у нас с пронзавищей льдинкой? Ой, наверняка она так же крута. А? А? Сука! Где пронзавища льдинка? Почему какой-то тупой элементаль может ее кидать, а я нет? Я! Могучий маг! Я не какой-то сраный элементаль! Я что, зря столько лет жопу в Академии морозильных наук морозил, что ли? Ну и про Град вы уже, наверное, поняли. У него примерно равные показатели с гидрософистической версией, очков действия требуется больше, однако, кого это волнует, если можно применять его только раз за бой. Так что два очка уходят гидрософистике. Однако, ледяным дождем тут не ограничилось. Есть еще удар зимы. Я думал, удар зимы это когда на тебя с какой-нибудь крыши падает ком снега. Не больно? Как правило, ну и приятного тоже мало. И тогда ты понимаешь ОПА! Зима, походу, пришла. Но, как оказалось, удар зимы это когда ты долго, долго-долго жуешь Орбит со вкусом мяты и еще какой-нибудь говна. А потом дыхнешь получившимся перегаром на людей, а те аж столбенеют и слезы с глаз замерзают. Заклинание наносит хороший урон и бьет конусом в 60 градусов на 7 метров. Для овладевания жвачкой Орбит потребуется 14 уровень, а оживание задействует 8 очков действия. Попавший под перегар со стопроцентной вероятностью подвергается заморозке на 2 хода. Перезаряжается это счастье 15 ходов и, знаете, нанести урон по нескольким целям и заморозить их это отлично. Местами это даже более применимо, чем град из-за направления удара. Град же не разбирает своих и чужих, а дыханием гораздо проще никого не задеть. Гидрология немного изменила это заклинание. Теперь оно называется морозное дыхание. То есть эти теперь уже даже не скрывают причастности жвачки к заклинанию, да. Хотя они, походу, там уже не орбит заживали, а стирального порошка, знаете, так пачку хапнули. 15 уровень и 8 очков действия и заморозка всего на 1 ход, зато перезарядка 12 ходов. Перезарядка у заклинания уровня мастер 12 ходов. Тут можно сказать спасибо вообще за то, что она есть. И я вам больше даже скажу в жопу град. Не в прямом, конечно же, смысле. В прямом так, конечно, не надо, но вы меня поняли, да? Морозное дыхание в гидрологии гораздо выгоднее Града. И обе версии хороши, за что получает по очку. Как пошло прозвучало. Ледяная стена. Говорят, Москва не сразу строилась. Верно говорят, но она строилась бы гораздо быстрее, если бы рабочие умели наколдовывать стены прямо из воздуха. А вот ревелонские маги так умеют. Правда, пока только ледяные стены, которые все-таки тают. Ну да, зная эту технологию, у нас по ней асфальт кладут, к весне тоже тает. Ну да ладно, заблокировать врагам проход, пусть и всего на два хода, это очень полезное умение. Причем направление стены мы выбираем сами. Она, нужно сказать, короткая, всего 4 метра, поэтому к постройке подходить нужно с умом. Зато по доброй традиции ровшанов и джимшутов при постройке можно не смотреть на тех, кто стоит на пути будущей стены. Врагов можно попросту вморозить в нее, также на два хода. Стену могут атаковать и разбить, или же она сама растает. В обоих случаях после этого поверхность в неожиданно серьезном радиусе покрывается льдом. Отсюда вывод. Не жалейте гвозди, втыкайте в свои тапочки. Серьезно, это работает. Уровень нужен 10, перезарядка также 10 ходов, очков действий нужно 8. Да, это немало, но поможет выиграть время, или же вовсе спасти жизнь, отрезав от очень опасного противника, а то и целые толпы. В гидрологию ледяная стена перекочевала почти без изменений, очков действия требуется 5, уровень нужен 9. Вообще, конечно, заклинание и уровень адепт можно взять всего 4, но ледяная стена как раз входит в эту четверку призеров. И все-таки стоит признать, что гидрологическая ее версия выглядит выгоднее, за что и получает заслуженное очко. Ну и последнее заклинание школы воды массовая болезнь. Ох, как актуально, да? Однако отставить панику, тут это лишь стопроцентный шанс навесить заразу на всех в хорошем таком радиусе на два хода. Больной противник теряет здоровье, слабее бьет и вообще не жилец. Чтобы стать чумным доктором придется дорасти до 13 уровня. 7 очков действия, 8 ходов перезарядки. В гидрологии это заклинание уровня мастер и, о боже мой, оно опять с перезарядкой, тоже 8 ходов. Ой, господи, боже мой. Остальные параметры те же, кроме уровня, он нужен 12. Только вот видите ли, удар зимы и град, либо массовое исцеление. А на ссыланию морозной чумы нет места в колдовском загашнике гидрологов. Такие дела. Так что вновь очко уходит в зрительный зал. Ох уж этот зрительный зал. Такие вот в ревелоне, точнее в ревелонах магии воды. И убьют и вылечат. Время подсчитывать баллы. И так у гидрософистики их аж 13. Такое вот забавное число. А у гидрологии 7. И так уж и быть, больше не буду отнимать очки за дебильную систему магии у переиздания. Как бы то ни было, тут на лицо значительный отрыв, что сказать. Подкачал параллельный ревелон, подкачал. Но не будем о грустном, пора вращать колесо стихий. Заяц. Так когда что же этот ролик закончишь? О, я примерно ту же фразу недавно слышал от одной женщины. Не сомневаюсь. Так о чем бишь я? Колесо крути и давай, лодырь. Короче, верчу, отправить тебя к врачу хочу. С перелом копчика от моего пинка. Юморист. Смотри-ка, у тебя сектор горящий пукан на барабане. Балда. Это элемент огня. Да мне насрать. Но в чем-то мой синюшный коллега прав. Гореть будет ярко. Огонь всеразрушающая стихия. Огромная часть магов новичков в разных мирах начинает с огненной вспышки. И опять же колоссальное количество школ магии в разных мирах считает огненный шар могущественнейшим разрушительным заклинанием. Иногда даже апофеозом это слово подчеркните магической системы. Здесь магия огня замечательно работает благодаря все той же честной физической системе. Поджечь поверхность, растопить лед или же образовать пар, который укроет ваш отряд. В ревелоне сия дисциплина называется пирокинетика. А слово пиро огонь и кинетика. Она собственно говоря кинетика и есть. Более обновленный термин не так набивший оскомину как слово пиромантия. Что забавно в параллельном ревелоне магия огня тоже называется пирокинетикой. Странно что не какой-нибудь огнесофистикой или пиродиалектикой. Ну впрочем ладно лишь бы жарила помощнее. Давайте глянем на репертуар. Невосприимчивость к холоду магия древних нордов Скайрима. Только они могут ходить в трусах по заснеженным горам. Что значит нет? Я сам видел что вы мне тут рассказываете. Наверняка им тоже в этом помогает заклинание невосприимчивости к холоду. Ну или нордский мед. Как вы уже поняли это аналог любой другой стихийной невосприимчивости. Ранний уровень 4 очка действия 5 котов перезарядка. Но в параллельном ревелоне тоже все как обычно. Это у нас называется аватар пламени. И как обычно опять же этот аватар дает жалкую прибавку в 25% к сопротивляемости огню и 25% уязвимости к воде. Прекрасно. Потрясающая невосприимчивость. Впрочем не буду повторяться очко уходит оригиналу. Вы когда-нибудь обращали внимание на то как светятся глаза у суккубов? Вряд ли вы ведь никогда не смотрели в глаза суккубам и вообще выше груди глаза не поднимали не так ли? В общем мне тут одна дама рассказала у их глаз приятное огненное свечение. Да несколько ошалелых магов ревелона решили воспроизвести этот эффект и изобрели заклинание огненные глаза представляете да? Глаза так и не засветились но вот в темноте от такого заклинания даже слепой станет видеть лучше прям на ощупь да? В общем оно повышает восприятие на две единицы что я вам скажу немало очень даже немало очень полезно где-нибудь где наверняка много ловушек какого-нибудь подземелья да с гробницей да с охраной да побольше тут нужен зоркий глаз чтобы не наступить на неприятности или же иногда даже ассасину не хватает например уровня чтобы разглядеть предмет который точно здесь есть о чем тебе известно тут и придут на помощь огненные глаза всего 3 очка действия но и уровень нужен 7 то есть это уже для магов средней руки или ноги перезарядка 9 ходов но в бою его применяют редко и как правило либо в безвыходных ситуациях после чего идет перезагрузка либо при доминировании над противником но чаще оно применяется на марше где перезарядка роли почти не играет впрочем почти не значит совсем есть локации напичканные ловушками и вот там приходится немножко так охлаждать пыл гидрологии ожидая перезарядки в огненных глаз аж целых 9 секунд вы только подумайте есть правда одна особенность у заклинания но нагревает так что будьте аккуратнее не подожгите себе ничего лишнего как вы уже поняли заклинания довольно полезные причем на любом уровне полезные для команды в целом чем порадует второй ревелон смены названия для начала у них это называется пламенный взгляд это уже что-то из учебного пособия для начинающих пикаперов уже 8 ходов перезарядка 4 очка действия но самое главное что доступно оно с первого уровня и плюс ко всему исцелять слепоту вот так вот это на теле просто бинго часто это заклинание будет применяться в бою именно ради последнего снятия слепоты уж больно много морозоты позарившиеся на наши волшебные глаза алмаза и учитывая что полезных заклинаний уровня новичка здесь сгулькин нос учить обязательно за такое не грех отдать свое очко пламенному взгляду господи как вульгарно это прозвучало отдать свое очко давайте будем говорить присвоить бал так вот бал присвоен переизданному ревелону а мы пока посмотрим на следующее заклинание когда штурмовики открывают дверь и закидывают туда гранату они кричат fire in the hole что в переводе с древнего ревелонского означает пожар в отверстии и вы не представляете как точно это передает суть заклинания пожар оно накладывается на союзника и выстраивает ему ядерный багет от чего он ускоряется ускоренный он может дольше бегать плюс 4 очка действия громче кричать плюс 4 к стартовым очкам действия и смешней кувыркаться плюс 3 к регенерации очков действия и так три хода от такой беготни он быстро нагревается так что уже нагретый персонаж обязательно загорится сила трения что вы хотели скажу так переоценить это заклинание сложно ускорение еще никому не навредило и порой лучше уж поджечь союзника но дать ему ускорение оно часто и жизнь спасает и перевес в бою дает требуется 6 очков действия перезаряжается 8 ходов применяется с первого уровня в параллельном мире заклинание это называется зажигательная энергия прям название энергетика да делает все то же самое однако энергетик какой-то паленый и к предаваемым бонусам прибавьте минус 1 то бишь 3 к очкам действия 2 к регенерации очков действия и действует всего 2 хода еще и требует 3 уровень а 4 очка действия навешивается 9 ходами перезарядки а казалось бы такой потенциал но хрен там балл уходит оригиналу огненные щиты они мало чем отличаются от остальных стихийных щитов да в общем-то ничем они не отличаются тут я даже не собираюсь держать интригу балл уходит переиздание ведь не восприимчивость к горению и поглощению огненного урона куда лучше чем частичное ему сопротивление а отыграемся давайте на другом заклинании например на очищающем огне казалось бы такое заклинание подошло бы мощной огненной атаке но нет его застолбили врачеватели очищающий огонь он тут как очищающая маска снимает горение заморозку оглушение очарование окаменение а также лечат и все щиты практически панацея хотя нет не панацея даже не близко но все равно очень полезно переиздание оно называется так же и требует девятый уровень против десяти у оригинала да и перезарядка на ход быстрее это равновешивается тем что это уже уровень адепта а предел адепта четыре долбанных заклинания не сказал бы что полезных заклинаний этого уровня там много вон огненный щит да это еще в общем-то это все посему считаю что будет честно отдать по баллу каждой версии теперь посмотрим каким образом пироманты могут составить себе компанию путем призыва существ ну разумеется речь о классическом элементале огня который также умеет кастовать самосожжение и стихийный жар и не восприимчив к огню сам по себе по понятным причинам у продвинутых ревелонцев на ранних уровнях такой элементаль не получается так что придется поднаторить и стать адептом магии огня достигнув аж девятого уровня в противовес четвертого в старой версии тяжело сказать какой из них покрепче будет как по мне они оба достаточно слабые и нужны лишь для того чтобы дать первый залп какую-нибудь бочку с маслом и умереть на следующем ходу принимаем во внимание то что в переиздании количество ячей памяти ограничено и к тому же нужен более высокий уровень балл уходит оригиналу и последнее заклинание школы относящиеся к тем что не наносит непосредственный урон дымовая завеса часто очень полезно прикрыться от магов и лучников чем-нибудь непрошибаемым увы непрошибаемого в игре практически нет зато есть дымовая завеса через нее стрелы и заклинания летают отлично но зато вот сам персонаж не видит куда пулять а потому увы в какой-то степени прикрыто от удара впрочем если враг особо внимателен он может и преодолеть такую завесу что бывает не часто также ее можно развеять заклинанием торнадо но и его тоже не каждый кастовать умеет минус в том что завеса не отличает своих от чужих и это вам не надалее дым он и есть дым поэтому если вы стоите в дыму то забудьте про дистанционную атаку рукопашники также теряют бдительность войдя в дым с шансом в 50% они слепнута в переиздании этот шанс составляет 100% при отсутствии сопротивления кроме того в переиздании заклинание требует 6 уровень вместо 7 в оригинале зато 5 очков действия вместо 4 соответственно но это уже детали главное что 100% шанс гораздо более привлекательен нежели 50% тут балл уходит переизданию наконец-то мы добрались до боевых заклинаний это все защита до защиты начнем с самого простого есть что-нибудь такое горячее и эффективное есть конечно это нет не огненный шар рано вам еще огненный шар сосунки это огненное касание пробовали когда-нибудь поджечь руку и коснуться за тем чего-нибудь нет но хотели бы о мечты сбываются никакого газпрома не нужно дистанция касания как обычно 3 метра 3 игровых метра заметьте было бы странно если бы длина руки мага составляла 3 метра урон небольшой но чего же вы ожидали от заклинаний начального уровня серьезно версии из опиих игр не отличаются практически ничем даже названия одинаковые вы заметили что пиромантии то вошло в норму пироманты что-то знают впрочем касание быстро отойдет в сторону перед нет не перед огненным шаром а перед вспышкой вспышку можно сравнить с маленьким огненным шариком они даже визуально похожи летит по параболе это иногда важно бьет по цели не по площади также нагревает цель при попадании на плюс один ну и урон небольшой примерно равный огненному касанию разница лишь в том что атака это дистанционная и снова между заклинаниями двух миров нет никакой разницы оба получают по баллу заклинание светлячок действует аналогично дымовой завесе только вместо дыма оно поджигает поверхность и делает это оно довольно эффективно враги вставшие на пути получают неплохой урон а если аннушка еще и масло разлила то все ложись сейчас бабахнет главное своих случайно не поджечь это тоже вполне нормальная картина 5 очков действия долгая перезарядка 8 ходов заклинания снова по сути одинаковые в двух мирах но хватит ходить вокруг да около пришло время взрослых заклинаний заткнитесь нет это не огненный шар это жар огня заклинания выпускающие по все той же параболе залп из трех вспышек урона наносится значительно больше чем одной вспышкой требуется седьмой уровень и 6 очков действия но оно того стоит это уже для более прокачанных персонажей которым не пристало ходить заклинанием уровня новичок а шара пока еще нет а так хоть шарики покидает так что там в переиздании в переиздании заклинание называется стихийный жар по силе аналогично но только вот использовать его могут только нпс и призванные огненные элементари для игрока заклинание недоступно соответственно за это переиздание не получает ничего в отличии от оригинала если вы сейчас не заткнетесь я взбешусь ладно хотели получайте заклинание огненный шар точнее малый огненный шар довольны да летит по прямой и бьет по площади классика же ну соответственно нужно подгадать куда бить иначе к поймуть альтруистический подонок может перекрыть собой траекторию и сдетонировать заклинание не в толпе своих дружков пирожков а там где не надо урон от шара хорош теперь это ваше основное оружие товарищи пироманты требуется всего четвертый уровень 7 очков действия что даже поменьше чем у жара огня плюс 35% шанс поджечь цель в перестании маги решили не ходить по малому поэтому шар у них обычный не малый просто шар огня и так как по мне правильнее будто бы вспышка это не сам по себе малый шар огня этакий шар огня шара огня ну вы поняли короче теперь он требует уже 6 уровень о да играем по крупному крупье несите тазик перезарядка 8 ходов но и урон чуть выше зато радиус на 1 метр меньше что нехорошо ведь огненный взрыв это одна из причин любви к огненным шарам если не обращать внимание на приставку малой у оригинала по сути заклинания снова одинаковы только в немного разных уровневых диапазонах помните что это заклинание уровня адепт в переиздании а значит на 6 уровне вы обязаны взять его плюс еще какое-нибудь заклинание например щит на большей памяти не хватит так а теперь на сцену выходит черт и ломает ногу потому что начинается настоящая чехарда заклинание с похожими названиями и иконками но разные по сути да еще и в разных версиях начнем с самосожжения да что может быть полезнее в бою чем сгореть как медведь на самом деле заклинание просто поджигает область вокруг персонажа заодно и самого персонажа нанося урон от огня с одной стороны если враги окружили то можно и пожертвовать персонажем сразу он скорее всего не умрет разве что он уже серьезно ранен обычно в таких случаях ими как раз таки и жертвует суть в том что при этом вокруг персонажа не должно быть своих которые тоже загорятся короче выглядит это так маг долбоеб прыгает в толпу врагов получает по шапке и со словами блин каждый раз одно и то же совершает джихад при том не сказал бы что урон от заклинания достойный скорее всего враги особо даже не пострадает вообще как по мне полезность этого заклинания чуть выше нулевой сжечь себя может персонаж седьмого уровня в оригинале и третьего в переиздании в переиздании кстати всем вокруг персонажа дается сопротивление огню на 25 процентов а еще и снимается эффекты заморозки что неудивительно и оглушение что удивительно видимо даже контуженные боятся огня и хотя заклинание убогое видно что в переиздании его попытались хоть как-то привести в божеский вид за что им и отдается балл далее заклинание взрыв иконкой от самосожжения почти не отличается лишь немного иной оттенок что конечно же очень удобно а теперь внимание эффект наносит урон огнем и персонажу и всем вокруг плюс поджигает землю ничего не напоминает да вот только что же аналогичное заклинание было в чем разница спросите вы как же в чем в уроне конечно а в остальном же они визуально полностью идентичны только уровень требуется выше 10 и 9 соответственно иные заклинания удосуживаются хотя бы визуально измениться тут даже иконки похожи ценность у обоих версий равнозначно никакая и если вам было мало то вот вам еще два заклинания у них снова очень похожие иконки причем очень похожие на те 4 то есть у нас уже 6 чуть ли не идентичных иконок называется заклинание сожжение да не путать с самосожжением в этот раз это нечто действительно полезное заклинание бьет по цели и попросту концентрирует огонь на ней цель получает неплохой урон и поджигается с вероятностью 100% а я уж испугался что это еще одна вариация предыдущих пирокинетических изысканий да требуется уже 13 уровень минимум и вообще это заклинание мастерского уровня обе версии похожи плюс-минус так что обе полезные наконец с этим разделались остались только самые крутые заклинания вообще самое крутое заклинание пиромантии это метеоритный дождь вот его давайте и рассмотрим итак самое эффектное и самое эффективное заклинание на не очень большую площадь но достаточно большую чтобы морить армию недрога падают метеориты нанося серьезный урон и поджигая падают камни кучно и часто следовательно с вероятностью примерно 85% попавший под такой дождь покойник обычно выживает только самые уж крепкие особые тратить на одиночные цели расточительно лучше уж подождать пока начнется вечеринка и тогда уже бомбить эту площадку требуется 18 уровень ну оно того стоит разницы между версиями нет но да вы уже поняли к чему я клоню одно использование у переиздания опять же перезарядка 20 ходов в оригинале но она есть поэтому оригинал выглядит выгоднее на фоне переиздания еще одно неплохое заклинание заразное пламя это как огненная вспышка только ударив одного она перепрыгивает на другого и так по цепочке 5 раз в радиусе 7 метров урона носится несравнимо выше чем у вспышки оно и понятно мастерское заклинание потому требуется 16 уровень и перезарядка 12 ходов 9 очков действия кстати 70% шансов поджечь цели что очень немало в переиздании название в этот раз немножко отличается дикое пламя а не заразное норгал негодует но кроме норгала негодует и дзинч ибо при одинаковой силе заклинаний в переиздании оно бесполезно ибо взять на высшем уровне владения огнем можно только два мастерских заклинания и это метеоритный дождь и сожжение или же это но тогда выпадает сожжение в общем что-то да выпадает поэтому балл уходит снова оригиналу это что ж получается счет 13-11 я люблю число 13 но много суеверных магов поэтому давайте добьем до 14 ведь есть заклинание сгусток лавы его правильнее наверное было бы причислить к секретным потому как я ни разу не встречал его в виде навыка хотя на википедии он числится как навык зато в качестве секретно заныканал свитка да одна копия в игре но какая сгусток лавы по механике похож на дымовую завесу или светлячка только вот вместо огня оно создает полноценную лаву да ту самую от прикосновения который сгорает все что не имеет сопротивления огню от 100% и выше ну что тут сказать ваншот просто ваншот ваншот который убрали в переиздании с одной стороны может оно и к лучшему с другой извините а за смекалку и дотошность уж можно было наградить мага шансом ваншотнуть почти кого угодно и да я знаю о ком вы подумали сразу о финальном боссе драконе пустоты это конечно сложнее чем вырезать очередное заклинание из игры но можно же а во вторых в переиздании он и так ваншотный он ватнее чем в оригинале а в оригинале он очень ватный тут его нокаутил мой друг ассасин при помощи свитков свитков с заклинаниями вот так вот получается счет идет 14-11 в пользу оригинала а у нас остались лишь две стихии заяц чего вращай колесо ладно ладно я вращаю колесо а чего добился ты у тебя камень надеюсь под подушкой как минимум это лучше чем в почках камень это детишки сила земли итак мы уже видели могущество огня воды воздуха давайте же взглянем на могущество той поверхности которую мы всю жизнь топчем сразу стоит заметить что яд проистекающий земли не так прост мало того что он отравляет плоть он еще и отлично детонирует если воду выгодно комбинировать с воздухом то огонь именно с землей обычно эту стихию часто недооценивают в иных мирах должен признать что тут она ничем не уступает остальным трем в обоих вариациях учение о силе земли называется геомантии хотя я бы не удивился если бы тут ее называли геометрией впрочем так наверное даже легче открывает список заклинаний полуночным маслом представьте что вы проснулись в полночь и захотели пожрать открываете холодильник а из него на вас масло потоком как польется а потом подбегает маг и поджигает вас в общем именно за этим подобное заклинание используется оно покрывает небольшую площадь маслом которая прекрасно воспламеняется и наносит дополнительный урон впрочем оно еще и не менее прекрасно замедляет врага я вам скажу кстати не только врага самим в масло наступать тоже не стоит на самом деле очень полезное заклинание если правильно его применить можно выиграть время и склонить чашу весов еще недавно неумолимо от вас ускользавшую в вашу сторону и тогда смазанная маслом победа выскользнет из корявых лап врага не совсем понятно почему масло полуночное наверное не я один люблю жрать после полуночи в обоих мирах заклинания полностью идентичны а следовательно каждый из миров получает заслуженное что? очко почему не бал? ну потому что очко масло это хорошо но где же хлеб? а нету хлеба зато есть заклинание благословения благословленный скороход с радостью сбегает за хлебом в ближайший ларек вообще шутки шутками но обычный казалось бы баф в игре очень полезен особенно в переиздании враги постоянно будут корчить из себя ловких ловкачей и уворачиваться от ударов а то и вовсе нашлют на солдата слепоту благословение же увеличивает шанс попадания на 30 не 30 процентов а на 30 пунктов что совсем не мало оно применяется только на тех кто может промазать ну то есть на всяких там рукопашниках стрелках и прочих низших классах магии не мажут магии только тупят иногда жестко и снова оба заклинания идентичны поэтому снова обе стороны получают по очку а вот дальше уже интереснее продолжаем тему бафов заклинания укрепления иногда железяк надетых на пехотинца недостаточно для счастливой жизни поэтому как всегда на выручку приходят находчивые маги заклинание добавляет магическую броню в том смысле что у нее природа магическая вот урон она блокирует физически плюс 65 единиц брони и от вам не баран чихнул это знаете ли очень немало не панацея конечно но тем не менее следовательно если в команде есть танк а танк должен быть то ему такое подспорье будет очень кстати только не переоцените это заклинание от толпы наседающих морлоков оно не спасет также оно слабо спасает нас тряпочников ровно по той же причине колдовать его может любой маг самоучка прямо с первого уровня за 6 очков действия а вот в параллельном ревелоне заклинание называется уже иначе я уже и отвык от этого если честно ну так вот там оно каменная броня смысл остается тот же однако меняются параметры теперь при том же первом уровне стоит это всего 3 очка действия но не спешите радоваться вместо 65 единиц оно приносит лишь 20 вот так а теперь мое экспертное мнение очки действия это конечно хорошо но есть ситуации когда нужно спасать партнера и лучше уж пожертвовать тремя очками и укрепить его по-человечески и вообще если сделать перерасчет на очки выходит что за 6 очков действия мы бы укрепили союзника или себя лишь на 40 очков а это уже 2 хода поэтому очко убегает оригиналу продолжаем укрепляться словно черепахи перед боем заклинание земляного щита да вы будете смеяться но они действуют аналогично всем остальным заклинаниям щита только защита идет от стихии земли как вы понимаете переиздание радует невосприимчивостью к стихии под щитом в данном случае это отравление плюс поглощением земляного урона как и положено в отличие от частичной сопротивляемости оригинала таким образом счет опять сравнялся казалось бы но тут всплывает еще одно известное нам заклинание аватар яда оно же невосприимчивость к яду в оригинале здесь та же картина что и ранее будучи аватаром яда маг сев на острый камень переиздание таки уколется в отличие от оригинала посему чаша весов вновь склоняется в сторону первичного ревелона ну да ладно как сказали бы какие-нибудь старцы-отшельники наша земля благословенна а что делает землю благословенной правильно заклинание благословенная земля вот так все просто в радиусе 14 метров что немало маг благословляет себя и всех союзников на три хода это повышает шанс попасть по цели на 30 пунктов что против ловких противников очень полезно особенно если бойцы вашей команды сами еще не мастера меча учитывая что автолевелинга здесь нет встретить противника выше тебя по уровню плевое дело а по ним шанс попасть меньше вот тут-то заклинание пригодится правда маг лишь с 13 уровня на подобные способен так как заклинание не из слабых 7 очков действия 8 ходов перезарядки компенсирует его мощь что с другой стороны барьера уже 5 очков действия 9 уровень по идее заклинание должно быть ослаблено из-за этого но нет это все те же 14 метров все те же 30 пунктов все те же 3 хода думаю никто не будет спорить с победой параллельного ревелона а теперь пара слов об очень странном заклинании это проклятие природы оно накладывает проклятие как нетрудно догадаться то есть ослабляет противника эффект тот же что и у благословения только обратный минус 30 пунктов к шансу попадания в общем-то все интересно то что в переиздании его нет и казалось бы я должен отдать балл оригиналу ведь дополнительные заклинания же однако если посмотреть внимательнее стихия земли при чем тут проклятие это прерогатива чернокнижие таки да в чернокнижии есть заклинание проклинающая цель то есть тут не только дублирование заклинания но еще и нарушение неких границ школ почему бы не сделать например опутывание как в пятых героях но нет именно проклятие поэтому ни одна версия не получает ничего в этот раз счет остается прежним а теперь давайте посмотрим какие у стихии земли существует заклинание для вызова помощника все-таки камельяры это замечательно в каком-то смысле тут картина довольно интересная во-первых это вызов паука казалось бы причем тут земля а нет все верно паук живет под землей плюется ядом все сходится топтув ногой по земле маг будит паука который вылезает разобраться мол что за дела боится он не то что посредственный нормальный для своего уровня плюс отравляет при ударе шансом 10% довольно резво ползает полная сопротивляемость яду 25% земле зато уязвим к воздуху и сильно уязвим к дробящему урону то есть дубины по башке он довольно быстро вырубается заклинание это уровня новичок то есть можно призывать клопа уже со старта живет он 5 ходов перезаряжается заклинание 6 ходов что удобно вызывается за 6 очков действия в иной ипостаси паук стоит 7 очков действия но зато умеет вдобавок накладывать ослабление отравляя при этом цель как ни крути а это решающий аргумент в пользу переиздания еще один помощник волчара по кличке Сутулый его может призвать любой маг достигший 10 и 9 уровней соответственно за 7 очков действия волк также довольно быстрый плюс невосприимчив к заморозке благодаря своей шерстке зато вот горит эта шерстка просто прекрасно его атака имеет небольшой шанс в 15 процентах вызвать кровоточение а также он обладает талантом атака по возможности то есть автоатака при пробегании перед его рожей довольно полезный набор навыков но у переиздания он полезнее благодаря решению добавить ему способность укус в горло способный вызвать кровоточение в 100 процентах случаев правда при провале нас по сброске на тело конечно но все же помимо паука и волка геомант может призывать на помощь разумеется элементарь земли оба заклинания призыва этой твари являются мастерскими стоит по 8 очков действия и требует 15 и 16 уровни что мы получаем за это мощного каменного голема иммунного к ядам регенерирующего от стихии земли на 5 ходов не в смысле регенерирующий 5 ходов а в смысле вызывается он на 5 ходов бьет сильно и со спецэффектами удар может изувечить противника то есть ослабить и обездвижить их урон дробящего типа плюс не только физический но и стихийный с ногах свалить кишка тонка у всех без исключения опять же он уязвим довольно сильно к воздуху и что странно к рубящему урону вы пробовали когда-нибудь рубить камень попробуйте истинное наслаждение ну и вот этот дядька умеет колдовать заклинания смертоносной споры сильная вещь просто отличная но о ней мы еще поговорим плюс он может кастовать ее прямо себе под ноги он же к яду неуязвим лишь бы не было нигде огня иначе кирдык однако в оригинале вдобавок к спорам он умеет еще и кастовать заклинания двойной каменный бум это тот редкий случай когда заклинания изначально доступны только этому существу с неба падают два камня нанося урон ядом и землей и разливая на месте падения масла как и в прошлый раз этот момент решающий только теперь в пользу оригинала сам по себе каменный голем довольно таки ценное приобретение на любом этапе игры у нас получается 1-1 и настало время узнать какая версия геомантии мощнее в этом нам помогут заклинания призыва роя и слизня да почти что уникальный случай в разных версиях разные эффекты в оригинале это призыв роя маг 13 уровня за 7 очков действия может вызвать рой жалящих насекомых вызывающих у врага кровоточение более того есть хороший шанс наложить при укусе болезнь что очень полезно эти осы очень быстрые и хорошо сопротивляются земле и колющему урону по понятной причине но плохо воздуху и дробящему почему-то урону видимо очень удобно дубины ловить комара ну а что же у нас в параллельном ревелоне а там у нас заклинание вызов слизня за те же 7 очков действия на почти в том же 12 уровне маг вызывает зеленую какашку которая ползая по полю боя оставляет ядовитый вонючий след атака у него довольно слабая для его то уровня но существует 20 процентный шанс замедлить цель однако 20 процентов это маловато впрочем этот слизень скорее груша для битья он довольно вынослив и тем выносливее чем выше в уровне призвавший его маг к тому же есть момент компенсирующий его никчемность он может плюнуть в рожу противнику с собой же то есть ядовитой слизью что очень неплохо и вроде бы опять силы равны но система магии снова подвела да как обычно это заклинание уровня мастер сейчас не пугайтесь да вам придется выбрать между элементалем и этой какашкой и я бы порекомендовал все же элементаля хотя конечно же решать вам так или иначе кто-то из них да выпадает и очко уходит оригиналу таким образом в равной борьбе призывателей победила дружба сила геомантии видимо еще и в единстве а мы тем временем наконец переходим к боевым заклинаниям давно пора наконец-то разрушительная мощь и должен сказать тут все не так просто начнем с самого простого окаменяющие касания в обеих версиях оно делает одно и то же окаменяет нужно ли говорить что окаменевший противник уязвимый противник нет места где это заклинание было бы лишним если конечно применять его с умом в оригинале оно требует седьмой уровень и три очка действия стопроцентный шанс окаменеть цель на три хода в перездании требования чуть ниже шестой уровень перезарядка на ход быстрее правда очков действия на одно большее при чтении наносит жертве также незначительный урон с землей однако шанс окаменения не стопроцентов а 80 да 80 это приближено к 100 но все же здесь вопрос цифр урон тут не решает для нанесения урона есть специализированные заклинания а вот неполный шанс успеха основной функции заклинания это знаете ли нехорошо но фиг с ним с окаменением давайте уже к нанесению урона перейдем начальное заклинание земли наносящие урон волшебный отравленный дротик идиотское название фиг с ним с дротиком но вот слово волшебный тут явно лишнее и так понятно что он волшебный а не выкованный в кузне это шмагия в общем в оригинале он читается уже на первом уровне за 6 очков действия и наносит стандартный для начальных убойных заклинаний урон землей к тому же существует 40 процентный шанс отравить цель это не очень много но все же приятный бонус как и положено земля замечательно реагирует на огонь поэтому горящая цель получает больше урона правда сдетонировать что-либо этим заклинаниям вряд ли удастся зато дротик можно направить не на цель а на пол создав маленькую лужицу яда его параллельная версия довольно сильно отличается по мощи все дело в том что в переиздании это заклинание решили сделать доступным лишь с уровня адепт соответственно уровень игрока тоже нужен 6 и выше урон примерно такой же но разумеется тоже чуть побольше шанс отравить возрос до 100% что очень немаловажно и казалось бы дротик из переиздания лучше но не совсем на самом деле они одинаковые если сравнивать их именно в контексте весовой категории разумеется новичок будет слабее адепта отсюда и такие свойства то только вот всегда найдется заклинание которое своей ложкой дегтя испортит нашу бочку с маной в данном случае это заклинание волшебная отравленная стрела вот она уже кастуется 7 уровня адептами и выше соответственно урон тоже больше шанс отравления разве что 70% но я уже говорил все что выше 60 это считай 100 по местной теории вероятности и наоборот ниже считай ее почти нет хотя чисто по цифрам дротик из переиздания все же выгоднее в плане шанса отравления вообще разумнее было бы сравнивать именно стрелу с тем дротиком они одинаково весовой категории в таком случае выиграл бы дротик из переиздания но нет мои хитрожелтые друзья сравниваем мы заклинания а не их эквиваленты за исключением случаев когда иного выхода просто нет поэтому за дротик каждая версия получает по баллу а вот за стрелу балл получает только оригинал ведь в переиздании ее нет заклинание удар камня найдя булыжник покрупнее маг плюнув на него пару раз матюками запускает его в противника смачным футбольным пинком соответственно прилетает он на голову сверху каменюка непростой в нем запрятано кокосовое поди масло которое разливаясь мешает ходить и воспламеняется при контакте с огнем сам камень хорошо лопит землю и ядом нанося приличный урон кидать его может не любой лох а только лох адепт четвертого уровня всего за 6 очков действия радиус разрыва камня аж 2 метра что очень немало кинуть такой в костер гораздо эффективнее и тут радиус сыграет хорошую роль плюс ко всему этот снаряд имеет 8% шанс сбить цель с ног что просто прекрасно замечательное заклинание особенно благодаря последнему свойству костры и прочие источники огня будут попадаться очень часто так что почти всегда можно будет бабахнуть не являясь пиромантом и что же этому противопоставит параллельно ревелон а вот что камень теперь может кидать вообще любой лох прямо с первого уровня и за 5 очков действия нокдауна больше нет ну оно и понятно если бы с первого уровня он был это рушил бы баланс нафиг так как с таким радиусом нокдаун был бы массовым правда радиус теперь тоже уменьшен вдвое 1 метр ослабели местные маги вы ослабели и я вам даже больше скажу заклинание камнемет по факту оно полный аналог предыдущего заклинания с разницей лишь в том что тоже нет нокдауна и стоит оно 7 очков действия однако главное его отличие в том что камень летит по прямой и это просто замечательно ведь от летящего сверху также можно укрыться если постараться нпс не старается но у них все равно это как-то получается довольно хорошо и довольно часто тем более что нередко камень попадает в коллизию и тут нам дают выбрать направление и пусть это заклинание дубль на что я обычно ругаюсь все же это дублирование несет тактический замысел и пофиг что реализовано это через костыли так уж устроена игра что поделать как вы понимаете у переиздания этого заклинания нет обычная картина выходит что оба очка достаются оригиналу чем еще вас порадовать пожалуй я знаю чем лучшим заклинанием геомантии в игре смертельные споры название никак не отражает суть но и так сейчас я поясню маг выпускает несколько ядовитых сгустков которые врезаясь в цель взрываются ядом нанося отличный урон площадь применения его заклинания не такая большая как хотелось бы скорее даже маленькая однако если направить его на горящий предмет например на костер землю потрясет ряд мощных взрывов и от блистающих врагов останется лишь пепел в таком тандеме заклинания просто убойные до нельзя само собой при попадании на землю заклинание образует ядовитую слизь очень странно но шанс отравить у него всего лишь 30 процентов какой-то скупой бонус впрочем учитывая его мощь в целом не говоря об ядовитой огненной связке и то что учится оно уже с 10 уровня это великолепное заклинание лучшее в данной школе серьезно оно лучшее рекомендую выучить его любому уважающему себя магу а маг не уважающий себя не маг а сучка ладно что в переиздании в переиздании споры переведены в разряд мастерских требуется уже 12 уровень увеличен радиус рабочей поверхности не сильно но увеличен вероятность отравления 100 процентов что ж вероятность отравления в 100 процентов это замечательно но нужно понимать что она тут не решает выпускается ряд спор и у каждой есть шанс отравления 30 процентов в случае переиздания 100 процентов то есть цель скорее всего и так отравиться почти не помню случаев чтобы такого не случалось но и потом весовая категория опять смещена так что я считаю заклинания равнозначными и действительно очень крутыми не стоит ими пренебрегать товарищи геоманты иногда случается так что маг перепил и его сильно тошнит магия страшной силы тошнит магов по страшному не выдержав он исторгает из себя знаете что силу земли это ребят заклинание струя слизи поток яда распространяется по конусу и отравляет обалдевших врагов с вероятностью 55 процентов ну и плюс наносит неслабый урон землей нужен 10 уровень стоит оно 8 очков действия и перезаряжается аж 12 ходов в принципе несмотря на неплохой урон заклинание это слишком уж ситуативно и не часто применяется вообще учитывая специфику волшебного боя если враг добежит вплотную на расстоянии удара этим заклинанием он нередко будет гореть или гореть будет земля рядом с ним в таком случае блевать себе под ноги все равно что совершить рокетджамп результат примерно тот же гораздо более выгодно смотрится заклинание из параллельного ревелона оно называется совсем иначе тектонические брызги и на самом деле общего с прошлым заклинанием имеет только анимацию и стихию это уровень адепта девятый также требуется 8 очков действия и перезаряжается тоже 12 ходов урон наносится также по конусу но не слизью а скорее дорожной пылью однако при этом поверхность покрывается маслом и есть 80 80 ребят процентный шанс окаменить цель на один ход вот эти два свойства нивелируют все неудобства использования да все еще опасно но окаменение плюс замедление это того часто стоит к тому же это не заклинание мастера так что даже не придерешься что его не взять из-за ограничения однозначная победа переиздания и самое по идее мощное заклинание земли землетрясение дамы и господа представляю вам это самое мощное да но и в то же время самое бесполезное заклинание уровня мастер во всей игре в любой ипостаси в серьезном радиусе вокруг себя начинается тряска земли гробойда не вылезает нет не переживайте все получают нифиговый урон и валятся на землю с вероятностью 80% в оригинале и 300% в переиздании то есть там вообще никто не устоит ни с каким сопротивлением плюс ко всему цели замедляются и было бы все хорошо если бы не френдли фаер видите ли своих уложить ничуть не труднее чем врагов молния иногда опасна когда мало целей метеоритный дождь опасен только в руках идиота как и дождь из сосулек у некроманта удар вообще точечный а вот землетрясение все смерть хлопам и мухам и ну вот нафиг вот честно однако если сравнивать что выгоднее и по урону и по свойствам смотрится лучше заклинание из переиздания даже с учетом дебильной системы магии однако она все равно не даст нам покоя ведь согласно ей применить заклинание можно лишь единожды за бой и несмотря на его сомнительную полезность факт есть факт что же на этом земля показала себя полностью и что там по очкам по очкам у нас вот что 13 у оригинала и 9 у переиздания впрочем еще есть время отыграться ведь ты че приперся колесо крутить да не надо уже последней же стихии да чтоб ты был здоров иди отсюда господи короче последняя стихия не то чтобы стихия в полном понимании это колдовство некромантия проклятие ритуалистик и прочее все это уместилось в школу с названием колдовство в оригинале и чародейство в переиздании что совой пень что пнем об сову нет разницы впрочем в данном случае название хотя бы не смотрится глуповато если начать копать ладно название это хорошо но что в себе содержит эта школа чародейства волшебства так хочется добавить слово сами знаете какое а содержит она в себе скорее дебафы и призывы атакующей магии почти нет однако недооценивать эту школу магии все же не стоит это очень надежное подспорье для любого жителя ревелона да и не только его давайте начнем с чего нибудь простого и непринужденного самое непринужденное в чародействии это знаете ли кровопускание заклинание так и называется кровопускание оно вы не поверите пускает кровь при том с вероятностью 100% слава богу никаких вот этих вот знаете ли полумер типа 65% нет 100% иногда очень полезно особенно новичку чародею он как раз легко может им овладеть при том нужно понимать что кровь можно пустить лишь тем у кого она есть то есть живым органическим существам элементали роботы и прочее шушера типа нежити не ощущает на себе никакого эффекта что вполне логично согласитесь а что в пересдании а ничего там нет этого заклинания ну тогда счет 1-0 в пользу оригинала ладно можно взять еще что полегче ослабляющее касание ослабление вещь на самом деле полезная но лишь когда найдет дополнительным эффектом к повреждениям слабость уменьшает силу объекта на 2 а урон на 50% это замечательно но в итоге заклинания слабость ты будешь применять очень редко потому что чаще гораздо выгоднее использовать другое заклинание даже если ты чистый чародей что тоже явление давайте прямо скажем редкое обычно маги любят смешивать поэтому по утрам потом похмелье лечат не скажу чем ну в принципе есть оно и есть фиг бы с ним лучше взять что-нибудь другое но если уж взяли используйте с умом параллельные ревелонцы вам привет у вас этого заклинания нет увы ну что за дела однако здесь я припишу балл именно переизданию позже скажу почему клятва осквернения забегу вперед и сломаю интригу первое заклинание темной стороны которые есть и в переиздании да клятва осквернения оскверняет для вас это надеюсь не сюрприз торжественно клянусь что замышляю только осквернение говорит маг и на цель накладывается проклятие из-за которого получаемый ею урон возрастает на 40 процентов как видите переоценить это заклинание невозможно оно не наносит урон напрямую но способно даже в самом сложном бою склонить чашу весов на вашу волшебную сторону особенно если ваши друзья маглы поднатужатся а они поднатужатся куда они нахрен денутся переиздание заклинания является точной копией оригинального без каких-либо изменений и это не самое худшее что с ним могло бы произойти а вот заклинание злословия когда маг начинает материться по себе знаю всех вокруг уши вянут и враги соглашаются что уж лучше бы они были прокляты чем это слушать а психосоматика как всем известно вещь страшная и раз они уже и правда прокляты вот тена вообще проклятие это всего лишь минус 30 процентов шанс успешного удара не бог вещь что на самом деле не стоит оно того изредка им можно подгадить врагу но по моим наблюдениям рандомайзер очень редко врагу промахнуться зато вот параллельное злословие действует гораздо лучше ведь оно кроме проклятия накладывает еще и слабость вот почему я выдолбал именно переиздание в тот раз в этот раз очко не получает никто так как сравнивать одно заклинание дважды немного не по правилам но могу сказать что в таком виде оно хоть что-то из себя да представляет это разумное слияние и я даже не буду как обычно бухтеть про то что заклинаний стало меньше да меньше но оно того стоило далее два навыка каждый из которых отсутствует в альтернативной версии игры в оригинале это ослепление вообще ослепление могло бы стать если не панацеей то очень полезным навыком поддержки однако искусственный интеллект врага достаточно продвинут для того чтобы будучи ослепленным бросаться предметами и заклинаниями вслепую по какой-то случайности попадая всегда в цель разве что стрелкам приходится туго но гораздо туже приходится ослепленным союзникам и самому магу так что бросаться песком в глаза не самая продуктивная идея в переиздании ослепления нет зато есть гниение гниение это проклятие накладывающее особую болезнь от которой все лечение будет наоборот наносить урон будто ты нежить в комбинации с тем самым лечением очень полезно иногда можно заблокировать это самое лечение персонажу злоупотребляющему им гниение это сюжетный момент и заклинание получается строго после определенного этапа и строго в определенном месте и по моему его легко проворонить но факт остается фактом в оригинале оно недоступно игроку оба навыка изучаются спокойно новичками заклинание поглощение стихий собственно о нем трудно сказать что-то неожиданное оно просто повышает сопротивление стихиев на 50% всем стихиям полезно но лишь по ситуации чаще куда полезнее применить более убойные заклинания исключение составляет ситуации когда магов в группе больше одного с другой стороны и даже в этом случае лучше жахнуть чем-нибудь убойным в переиздании этого заклинания нет видимо противовес более толковым заклинаниям стихийных щитов однако мы сейчас не о стихийных щитах говорим поэтому оригинал получает свое очко давайте уже поговорим хоть про что-то атакующее заклинание касание вампира имеет небольшой радиус применения зато стоит относительно дешево 4 очка действия правда перезаряжается аж 9 ходов и учится на 7 уровне в переиздании не ослаблено учится уже на первом уровне стоит 4 очка действия и перезаряжается 6 ходов урона наносит меньше понятное дело урон кстати колющий как у клыков вампира но особенное заклинание еще и в том что как нетрудно догадаться оно передает часть выпитой крови заклинателю в виде здоровья что очень полезно получается в качестве атакующего заклинания оно не то чтобы очень эффективно но противно уколоть врага и подлечиться за его счет всегда хорошо обе версии заклинания равноценны разница в силе нивелируется разницей в уровнях так что заслуженное очко каждому так сказать покутили и хватит возвращаемся к проклятиям заклинания похищения воли знаете как это иногда бывает да настроение вдруг раз и куда-то делось и ничего делать не хочется хочется лишь плыть по течению вот значит на вас скорее всего прочитали заклинания похищения воли оно снижает волю противника на 5 вроде бы мелочь но на деле бывает полезно этим воспользоваться такое заклинание делает крайне уязвимым к другим заклинаниям у которых спас бросок именно по силе воли таких много кстати в чародейской школе например страх это спас бросок по воле но получается что это подготовительное заклинание не всегда можно себе позволить проводить такую подготовку в разгар сложного боя впрочем если так рассуждать то вообще никакие заклинания не нужны кроме атакующих это тоже не совсем верно так что оно вполне пригодится кстати его враги очень любят применять на нас при абсолютно одинаковом эффекте в переиздании оно учится на 6 уровне в противовес 10 оригинала и этого маленького различия вполне хватает чтобы победу честно присудить переизданию и снова два разных заклинания дубля которого нет в иной версии что-то колдовство с этим зачастило у оригинала это массовая слабость это как обычная слабость только колдуется она в радиусе вокруг волшебника и радиус этот совсем немалый при том действует слабость только на врагов союзники не страдают и это всего за 6 очков действия уже на 10 уровне как была полезна обычная слабость так полезна и слабость массовая даже еще полезнее пусть могла осознает насколько они слабы и никчемны переиздание не имеет подобного аналога зато она имеет заклинание которого нету оригинала снижение сопротивления снижается оно также в радиусе но вдвое меньше чем у массовой слабости и доступно но уже с 3 уровня за 4 очка действия это проклятие снижает сопротивление всем стихиям и пакостям включая яд на 20% не бог весь что скажу я вам иногда полезно но лишь иногда а знаете кто в оригинале может так делать ополченец правда не массово штучно но может какая прелесть ну и каким бы странным мне не казалось это заклинание все же за каждое из них каждая версия получает заслуженное очко вы заметили как я откладывал свое любимое заклинание вряд ли потому что вы не знаете какое у меня любимое заклинание это вызов скелетов точнее вызов война нежити да скелет по имени Василий поможет всем даже ревелонцам достаточно мощный дядька с неплохой сопротивляемостью магии колющим атакам на правах скелета правда сопротивление это всего лишь 25% но все равно зато сопротивление магии действительно внушительное правда опять же не всякой от ментальных атак тоже защита замечательная никакой страх и прочее связанные с волей на него не подействует он не может кровоточить он не может быть отравлен но и не может быть вылечен обычным способом все это тоже на правах нежити несмотря на ржавый старый меч орудует он им довольно умело нанося хороший урон призыв длится 4 хода доступно 7 уровня стоит 7 очков действия перезаряжается на ход дольше чем держится скелет 5 ходов что очень удобно в параллельном ревелоне воин нежить стоит 4 очка действия и изучается заклинание уже на третьем уровне важно понимать что мощь призванного скелета растет с мощью игрока поэтому разница между оригиналом и переизданием не сильно ощущается в бою зато она явно присутствует в уровне ведь это очень очень полезное заклинание которое действительно выгоднее взять на третьем уровне чем на седьмом так что у переиздания пиво как видите вкуснее впрочем у василия есть брат-близнец Григорий приходящий по зову заклинания вызов палача в доспехах палач Григорий является прямиком из Скайрима прямо из норских гробниц поэтому выглядит соответствующе он заметно крепче и заметно сильнее ржавый мечик он заменил на не менее ржавый но гораздо более внушительный двуручник и этим двуручником он творит такое очень полезный гражданин дающий как по мне хору любым призванным союзникам даже каменному голему на кой вам эти слизни элементали они фуфло посмотрите лучше на этого красавца посмотрите и проникнитесь его мощью в оригинале его можно призвать уже с 10 уровня что всего на 3 больше относительно обычного скелета а в перездании с 9 но перезарядку перездания дольше на ход 8 вместо оригинальных 7 учитывая что призывается Григорий на 5 ходов важно как можно скорее его вернуть на поле боя так что тут обе версии хороши если некто был призван то можно дождаться когда он развеется сам а если ты не хочешь дожидаться если этот кто-то мчится на тебя в надежде надавать тебе по ушанке и матрешкам тогда тебе нужно вызвать экзорциста который изгонит это создание куда надо хотя зачем кого-то вызывать мы же маги мы сами все можем заклинание экзорцизм в перездании учится с 6 уровня их бою с некоторыми врагами очень полезно оно убивает любое призванное существо стоит всего 6 очков действия но это небольшая цена за подобные действия в оригинале заклинание называется не так красиво отмена вызова это в данном случае расшифровка сути заклинания экзорцизм однако по свойствам оно аналогично хотя требует уже 7 уровень и 8 очков действия при этом следовательно у магов из параллельного ревелона есть небольшое но все же преимущество в экзорцизме оу переиздание кажется вырвалось вперед по очкам что ж придется мне увеличить этот разрыв так как у него есть еще два заклинания которых нет у оригинала ценность первого переоценить очень трудно это одно из самых полезнейших заклинаний очарование да мой друг ассасин долго ругался когда у его класса забрали эту способность и передали магам что тут сказать на два хода цель становится союзником тут кстати проходит спас бросок по силе воли той самой но если он провален все кирдык туши свет бросай гранату кстати переиздание враг тоже часто пользуется этим заклинанием и оно очень портит жизнь я вас уверяю так что заботитесь о своей силе воли учится оно на шестом уровне и стоит 6 очков действия не хватает третьей шестерки да а вот перезарядка 6 ходов теперь порядок второе заклинание немота магия это хорошо но некоторым магам не мешало бы порой заткнуться и дать себе зверски уничтожить для этого и существует немота она на три хода запрещает колдовать тем чья сила воли не сила воли а скорее слабость воли вражеские маги часто будут портить жизнь так что порой очень полезно будет их заткнуть как видите заклинания полезны в оригинале этими способностями обладают другие классы что конечно идет в минус магам что ж поделать что же вот мы наконец добрались до уровня мастера пять заклинаний высшей категории и не скажу что они такие же эпичные визуально как заклинания других школ но все же весьма полезные и начну с самого полезного с воскрешения да тут даже ничего говорить не надо воскрешение а на воскрешении есть без свитков ты очень быстро проигрываешь а стоят они дорого и попадаются не так уж часто однако и самому выучить это заклинание непросто нужно достичь 16 и 15 уровней соответственно на этом фоне 6 очков действия это детские игры впрочем у оригинала это не 6 а 10 очков действия за счет чего переиздание смотрится явно выгоднее да я понимаю что чаще всего воскрешение будет применяться вне боя но в нашем случае это не играет роли в бою это также очень удобно хотя есть шанс снова получить побалде воскрешенным героем все таки он поднимается лишь с 20 процентами от запаса здоровья впрочем это все равно лучше чем валяться бесполезным куском мяса верно? заклинание иссушение души да на слух прям нечто убойное на деле так себе поймите оно хорошо само по себе это проклятие уменьшающее все основные свойства жертвы на 2 крепость тела и силу воли снижает на 5 делая уязвимого рога для любых заклинаний сопротивление физическому и стихийному урону уменьшается на 50% это полезно но очень редко применяется как правило потому что когда ты дорастешь до уровня мастера чародеи тебе будет не до снижения сопротивления с другой стороны если есть возможность так проклясть цель следующие удары будут очень мощными пойдет для особо сильных или выносливых врагов а таких в ревелоне не так чтобы уж очень много требуется 16 уровень однако в переиздании это заклинание также бесполезно по свойствам более выгодно 12 уровень 2 хода вместо 1 но перезарядка все портит у него ее нет оно применяется раз за бой и как бы оно не было бесполезно в затяжном столкновении сделать врага уязвимым на 1 ход каждые 12 ходов это лучше чем всего раз но на 2 хода ведь бои со сложными врагами могут длиться и 20 и 30 и 40 ходов а если они длятся быстрее значит противник несложный и это заклинание тут вообще ни к чему такие вот дела та же примерная история с одним из самых важных заклинаний школы уровня мастера да и вообще с неуязвимостью достигнув 18 или 15 уровня за 9 или 2 очка действия маг становится полностью неуязвим на 2 хода думаю не стоит пояснять насколько полезно вообще в принципе в любом бою в любом мире это заклинание да опять же у переиздания сильно выгоднее условия по уровню и очкам действия однако неуязвимость там применяется также раз за бой следовательно выгоднее смотрится оригинал а вот и нет кто-то из разработчиков решил видимо пошутить и выставил перезарядку в оригинале на 100 ходов что ж шутка удалась очко уходит переизданию ни один бой не длится столько ходов даже не близко и это к счастью поверьте заклинание смертельный удар действительно достойно своего названия оно наносит серьезный дробящий урон одной цели очень серьезный правда на дистанции всего 3 метра все же это касание а не удары если уж быть точным в обоих версиях они равноценны но тут начинаются проблемы мастер оригинала может выучить все заклинания мастер переиздания только 2 иссушение души нахрен не сдалось однако неуязвимость и воскрешение крайне полезны получается еще 2 выпадают это смертельное касание и ужасный крик ужасный крик это когда маг наступил на гвоздь и заорал от боли а так как этот маг настоящий мастер 15 уровня и выше то и вопль там будь здоров враги обоссываются и со страху бегут в разные стороны стукая с головами о стенки почти все почти всегда очень полезно вот так вот шугануть толпу в переиздании с ним та же история несмотря на небольшие преимущества в требованиях оно проигрывает из-за общей системы что вопль что касание просто пролетает мимо мага либо же не они а два других поэтому оригинал как ни крути снова вышел победителем в этой схватке мастеров однако в общей схватке колдовства с чародейством у нас ничья а еще у нас закончились школы магии да это все весь репертуар который может обрушить волшебник на голову врагов как видите он весьма внушителен что ни говори о колдовать в ревелоне умеет этого у них не отнять ну и что же у нас по очкам спросите вы ну-ка давайте почитаем где там наш очкометр а вот же он в магии воздуха переиздание одержало уверенную победу заработав 14 очков против 7 в магии воды оригинал немного отыгрался 14-11 в его пользу земля закрепила этот результат 13 против 7 и ее буквально продублировала пиромантия 13 против 9 а довершила все ничья черных магов 11-11 и в результате нехитрых двухнедельных подсчетов на пяти калькуляторах с вычислением коэффициентов и решением логарифмических уравнений победил оригинал у него 58 очков у переиздания 52 отрыв всего лишь 6 очков но это те самые судьбоносные 6 очков если когда-нибудь выйду на пенсию ну вдруг я напишу книгу и назову ее 6 очков которые изменили ревелон ну а если немного отойти от моих взглядов ведь да я считаю магическую систему переизданий идиотской недоработанной где сломали то что работало ранее все же если вам она более удобнее оригинальной пусть эти 7 очков вас не смущают ведь мы магией выживали еще не в таких крокодильных условиях когда магия по 2.20 и только после полудня колдуете колдуете и ни в чем себе не отказывайте и никого не слушайте ну кроме меня потому что я профессор волшебства и доктор чародейских наук и знаете что мне пора пора попрощаться с ревелоном с обеими его версиями ведь есть еще столько миров опутанных сетями магии и загадок а это значит что моя работа еще не закончена мировоззрительная